Друзья, мы вас рады приветствовать всех на сегодняшнем, на третьем нашем вебинаре. В прошлый раз мы говорили о ТМИ, разбирали подробности мобилизации кишки, пересечения сосудов, мобилизации левых отделов, дошли до этапа пересечения кишки, формирования анастомоза. Но поскольку тема ТМИ сама по себе достаточно сложная и объемная, то сегодня мы продолжаем эту тему и, соответственно, разбираем способы формирования анастомоза, методику формирования колоректального анастомоза и различные сложные кейсы. Как мы знаем, пересечение кишки и наложение анастомоза – это всегда некий челлендж, особенно при неудобных пациентах, собственно говоря, поэтому это и предлагаются различные альтернативные методики, ТМИ, роботы и так далее. Мы будем сегодня разговаривать на предмет того, как это делать именно скопически, когда у вас нет других вариантов, и вам так или иначе нужно завершить операцию, и какие существуют возможности и приемы. О чем-то мы поговорим в теории, что-то мы покажем сегодня с Алексеем Михайловичем, что-то мы сегодня прокомментируем. У нас есть тоже видео, собственно говоря, и оно очень интересно тем, что это видео как раз-таки от исполнителя людей, которые сами, в общем-то, тоже все это проходят у себя и сталкиваются со сложностями. Вот мы посмотрим его все вместе и тоже, в общем-то, как-то попытаемся оценить. Но, собственно говоря, сама методика пересечения кишки и формирования анастомоза – здесь ничего особенного нет, но давайте для начала посмотрим, как это выглядит, ну, в целом, более или менее в обычной рутинной практике, ну, во всяком случае, в моей. Я тут подобрал одно из видео, собственно говоря, то, что просто первое попалось, такое более или менее, и я хочу показать просто так, как это проходит в обычной практике, то есть без каких-то там постановочных вещей, без, соответственно, нарезок. А как мы это делаем и что у нас в итоге получается? Потому что, надеюсь, что сейчас видно мой экран. Вот. Значит, резекция прямой кишки – это не TMA, сразу скажу, это частичная резекция паршал TMA, пересечение идёт, соответственно, кишки на уровне среднего ампулярного отдела. Пациент мужского пола, обращая внимание, что, ну, здесь удалось одним швом пересечь кишку, значит, в данном случае шов у нас вертикальный, вертикальный шов, собственно говоря, если есть возможность наложить вертикальный шов, то это, к этому надо стремиться, объясню почему. Ну, во-первых, для того, чтобы наложить вертикальный шов, нужно и расположить аппарат. В данном случае он был располагался снизу вверх, но чаще всего, как говорит наш известный, так сказать, учитель и ментор Амжат Парваиз, он предпочитает, в общем-то, и нам рекомендует, и мы так делаем, но я, во всяком случае, стараюсь в своей практике тоже так делать, когда аппарат накладывается сверху вниз, именно в вертикальном направлении разворачивается, и, соответственно, кишка пересекается не горизонтально, а вертикально. Но, должен сказать, что даже такие приёмы и ухищрения, они не всегда помогают. Здесь, конечно, можно порассуждать о различных размерах таза, о поперечном, о продольном, о сагитальном, и речь идёт о том, что сагитальный размер таза может быть больше, чем поперечный, соответственно, и поэтому расположение кассеты сверху вниз, оно, сейчас я чуть-чуть пропущу, оно, как бы, считается лучше, нежели поперечное пересечение кишки, горизонтальное пересечение кишки. Сейчас я прошу прощения, да, это не монтированное видео, поэтому приходится крутить. Чем удобно именно наложение вот такого шва вертикального? Тем, что есть некая возможность при проведении аппарата и формировании циркулярного анастомоза наложить этот анастомоз с тем, чтобы забрать одно ухо. В данном случае одно ухо, нижнее ухо, оно уходит непосредственно в циркулярный анастомоз. И это очень, как бы, важный момент, поскольку у нас есть возможность оставить только аппарата и в последующем его закрыть дополнительным швом. Поскольку все-таки проблемы несостоятельности шва, они в большей или меньшей степени ассоциированы именно с перекрестом циркулярного и линейного шва, поперечного шва. Поэтому наложение именно в таком вертикальном направлении пересечения тишки дает возможность, соответственно, сформировать циркулярный анастомоз с погружением одного уха. И у вас передняя полокружность, она, в общем-то, остается достаточно свободна и доступна для манипуляций. Вы можете погрузить это ухо. И это, конечно, очень удобно. Очень важный момент – стараться не проходить штоком через линию швов. Достаточно важный момент. И проходить рядом с линией швов, можно справа, можно слева, это принципиальное значение не имеет. Если у вас перпендикулярный шов, то то же самое. Многие предпочитают над швом пройти, но если даже вы проходите под швом, собственно говоря, это какой-то большой роли не играет. Очень удобный инструмент, сразу обращу внимание, просто здесь у меня во время этой операции. Название такое, если исходить просто не из официальной терминологии, а из его применения как головкодержатель. Очень удобный захват для штока головки, анвила. И, соответственно, облегчает соединение его с непосредственным аппаратом, циркулярным аппаратом. Сын Асманович, я очень извиняюсь, видео немножко подтормаживает. Вы галочку поставили когда? Слушайте, я тогда поставил, но, может быть, нужно еще раз было поставить. Давайте перепроверим, пожалуйста. Давайте остановлю и попробуем еще раз сделать. Да, оптимизирует демонстрацию экрана для видеоролика. Галочка у меня есть. У меня показывает нормально, а у вас подтормаживает, да? Да, немного. Давайте попробуем еще раз. Давайте. Сейчас я заново открыл. Ну, у меня показывает ровно. Может быть, это из-за неустойчивого интернет-соединения временно. Так вот, соответственно, соединение. Дальше сведение двух плоскостей, анвила и непосредственно аппарата. Да, здесь нужно обратить внимание тоже на то, что нужно обязательно проследить, как лежит кишка. Это очень важно, поскольку не исключен вариант с переворотом брыжейки, перекрутом брыжейки. Это вполне легко может быть, если вы не будете отслеживать. Потому что в процессе мобилизации, особенно когда мобилизуется левое отделы, кишка может ротироваться в разные стороны. И когда вы ее спускаете в малый таз, можно, перекрутив эту кишку, винтом, по сути дела, соединить ее с аппаратом и прошить. Что не очень хорошо, поскольку может быть странгуляция в сосудах брыжейки. Поэтому очень важно перед тем, как вы соединяете, отследить правильное положение в левых отделах. Брыжейка должна быть расположена к вам. Соответственно, кишка в левом латеральном канале. Дальше вы соединяете, создаете компрессию в целом. Если брать в среднем, то это компрессия на уровне середины рекомендуемой зоны. Обязательно нужно выдержать 20-30 секунд для адаптации тканей. Для того, чтобы межтканевая жидкость, соответственно, распределилась равномерно. И только после этого прошивать. Соответственно, что касается дальнейших манипуляций. В целом, производители не рекомендуют как-то еще дополнительно формировать фиксирующие швы на анастомозе. Но опять-таки, тут есть еще некие соображения собственного опыта и собственных преференций. Поэтому лично я все-таки так или иначе соединяю, дополнительно укрепляю шов. Особенно в том месте, где линия швов перекрещивается. Ну, как минимум, два шва на переднюю полоокружность и на место пересечения швов линейного циркулярного, как правило, накладываю всегда. Антон Тур спрашивает. Приветствую, коллеги. Забираете ли вы в циркулярный шов место пересечения двух линейных швов? Или всегда забираете вот эти собачьи уши? В циркулярный шов место пересечения двух линейных швов, к сожалению, забрать невозможно. Только одно ухо. Два уха... Нет, я вас неправильно понял вопрос. Да. Прочитаю еще раз. Забираете ли вы в циркулярный шов место пересечения двух линейных швов или всегда забираете ухо? То есть, либо то, либо другое. Он не спрашивает, ну, все вместе это сделать. То есть, грубо говоря, если у вас есть возможность убрать одно из ушей или место пересечения скрепочных швов, что вы предпочтете убрать в циркулярный шов? Я не совсем понимаю вопрос. Значит, когда мы пересечения кишку, у нас, соответственно, культя кишки – это один продольный шов. Да? Коперечный шов, его так можно назвать. Он состоит из двух степлерных линий. И там есть стыкатель, двух степлерных линий. Вот Антон... Почему одна степлерная линия? Потому что, как правило, я сейчас не говорю о том видео, которое вы... Он же не трипл-техник, а дабл-техник. Я понял. Арсен Асманович вопрос не услышал. Антон, я забираю линию стыка. Я собачьи уши не пересекаю. Если удается пересечь одной кассетой, это бывает только на уровне ректосигмоида, ну, верхнего полиарного отдела, вот тогда в ухо. Или вообще, честно говоря, на уши не обращаем внимания. Арсен Асманович сейчас скажет свое, как он считает. Если вы имеете в виду, что кишка пересекается двумя сорок пятыми кассетами. Да, 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 об этом речь, да. Я тогда думаю, я не знаю. Антон так сформулировал вопрос. Если речь идет об этом, коллеги, то я стараюсь выходить в линию двух степлерных швов перпендикулярных. И по возможности стараюсь делать так, чтобы эта линия была вот как бы в виде домика определенного, такого, ну, как бы треугольника небольшого. И я выхожу в линию, именно стараюсь ли выйти в линию степлерных швов. В линию степлерных швов, которую забираешь, да? Да, да, да. Я стараюсь ее забрать всегда, если речь идет об этом. Бывает иногда, что и три кассеты приходится использовать. Да, безусловно. И не всегда это технически возможно. Но хотя бы одну линию, если две кассеты или даже три кассеты, то хотя бы одну линию степлерных швов я стараюсь забрать. Да, безусловно. Потому что, ну, есть взаимосвязь, и мы знаем, данная литература существует. Масаки Ито, там одна из работ, которая, так я помню, на скидку, где было показано, потом Рулье на эту тему писал, где было показано, что именно чем больше швов, тем больше несостоятельности. Есть прямая корреляция, чем больше линейных прошиваний. Поэтому, если уж так получается, то да, безусловно, мы, соответственно, стараемся, я стараюсь выковаться именно там. Мне понравилась великолепная работа, посвященная роботической хирургии, где одним из преимуществ применения роботического степлера указывали то, что количество использованных кассет меньше в степлере, и это должно быть связано с частотой несостоятельности швов у нас тамоза. Ну, говорят, ну, правда, у нас это никак не было связано с несостоятельностью швов, но вот должно. И вот такая интересная статья. Ну да. Смеялись немножко? Ну, тем не менее, как бы есть такие публикации о том, что это все-таки ассоциируется с несостоятельностью швов. Частота линейных прошиваний. Коллеги, ну, вот на этом я остановлю это видео, потому что здесь, собственно говоря, методологическая часть уже продемонстрирована. Дальше давайте говорить о сложностях. Давайте говорить о трудном тазе. Собственно говоря, не всегда получается так легко и однозначно пересечь. Пересечь. Давайте покажем видео, где бывают сложности именно с пересечением кишки. Алексей Михайлович, покажешь свое? Я готов, просто я хочу сказать, что я, честно говоря, немножко другого ожидал от сегодняшнего семинара. Но это нормально, когда мы общаемся не вживую, а дистанционно. Поскольку я считал, что если возникает вопрос о тотальной мезоректомии, то надо разживать сначала ее этапы и, ну, как бы не перескакивать с одного на другое. Поскольку, понимаете, вот как у меня создается впечатление, что если мы хотим делать преподаватель, какой-то преподавательский проект, то мы пытаемся сделать, мы должны идти поэтапно. И вот, если позволите, пока вот Арсен Асманович говорил, я нашел видео, старое свое видео, оно монтированное. Если позволите, я его покажу. Может быть, там кому-то уже надоели эти идеальные видео, но все-таки хотел бы вернуться к тому, что такое стандарт в хорошем понимании этого слова. Сейчас, секунду, где он тут у меня идет. Демонстрация экрана рабочего... Про мобилизацию прямой кишки? Да. Я не могу понять. Просто мы на прошлом вебинаре, по-моему, уже все это показывали. Хорошо. И вы комментировали, показывали видео, и комментировали мобилизацию прямой кишки. Хорошо. Тогда дайте мне время найти другое, потому что я еще раз говорю, что я не очень понял. Сейчас остановиться местное использование. Александр Иванович, покажите свое, и я тогда найду то, что вы хотите, чтобы я сейчас покажу. Вот видите, трехнедельный перерыв сделал свое дело. Мы уже забыли, что показывали в прошлый раз. Я абсолютно ничего не забыл. Просто разные взгляды на проведение. Это нормально. Это абсолютно нормально. Просто нужно найти время. Хорошо. Давайте, пока вы посмотрите, пока вы найдете, соответственно, мы тут... Я, собственно говоря, уже не учел, но просто это вот такая остановка, она с методологической точки зрения не очень правильная. Ну, хорошо. Сейчас, секунду. Так, сейчас я посмотрю, как сделать экран. Может быть, Василий подскажет, потому что я сейчас пока... Так, демонстрация экрана мне нужно поставить. Демонстрация экрана, оптимизировать, совместная использовательность звука. Демонстрация есть. Так, а зачем я должен пароль какой-то? Наверное. Так, появилось. Пропал звук. Я один не слышу, Алексея Михайловича. Да, и видео подтормаживает тут в моем компьютере. А можно ему позвонить, чтобы как-то попробовать решить? Я понимаю, что меня не слышно. А теперь слышно? Сейчас слышно. Хорошо, спасибо, Лена. Видимо, это Ваш звонок помнит. Это видео наше, когда мы выполняли тотальную мезоректомоктомию, у нас возникла проблема именно на этапе пересечения кишки. Ну, я чёртю, что такая подача материалов, мне кажется, методологически не очень важна. Может быть, это можно показать только то, что у нас тоже бывают сложности. Ну, ладно. Такой формат, значит, такой. Вы видите, мы достаточно выраженная мезоркальная... Лёш, у тебя тоже зависает картинка? Нет? Нет, у меня ничего не зависает. Угу. Так подскажите, что нужно сделать? Потому что я вижу нормальную картинку. Ну, хорошо, хорошо. Это может быть у меня просто чуть-чуть подторматривает. А у других подвисает, нет? Да, да, да. Просто я нажал ещё галочку «Совместно использование компьютера». «Может быть, это не надо было делать?» Но оптимизировать нажал. Что сейчас нужно сделать? Остановить... Сейчас, секунду. Так, отключить демонстрацию, да? Приостановлено. Так. Демонстрация экрана. Сейчас, минуту. Так я то видео остановил, что ли. Так. Так. Вот. Очень. Как я зум теперь включить? Демонстрация экрана, да. У меня теперь зума не видно, я не могу зум открыть. Неплохо. Да, я открыл маленький окошечек, завершить, показать все окна, но когда я все окна пытаюсь показать, у меня ничего не происходит, у меня просто исчезает все. Я вижу только техподдержка, которая у меня здесь висит, и почему-то у меня перестали переключаться... Так, демонстрация экрана, совместно использую звук, убираю, остается только оптимизация. Сейчас... Спасибо, Василий. Что нужно сделать, Василий? Потому что у меня никакой задержки нет, у меня как бы нормально крутится видео. А у других участников видео крутится нормально? Коллеги, я допускаю, что это может быть у меня проблема с интернетом. Мы используем всегда зеленую кассету. Зеленая кассета у пациентов, которые принесли химио-лучевую терапию, потому что есть отек ткани. И видите, мы пытаемся контролировать бранши, мы заводим аппарат, пытаемся сделать так, как надо, сверху вниз. Я чуть позже скажу несколько лайфхаков, которые здесь на этом этапе мы для себя определили. Вот, вроде бы пережали, вроде бы все сделали, вроде бы кассета правильная. Направление спереди-назад, как нас учили, для того, чтобы избежать косого пересечения кишки в нижнем полярном отделе. Выждали время. Ну, то есть соблюдаем всю технику. Видно плохо, потому что жировая клетчатка перекрывает таз. Так, что у нас здесь дальше происходит? Извлекаем кассету. Сейчас у меня она начала подтормаживать, я не очень понимаю, что происходит. Вот, а дальше, когда мы начинаем готовить аппарат для второго пересечения, видите, вот мы видим степлер, опс, и вы видите, что у нас получилось? У нас в кишке получилась дырка. Ну, не по всей вероятности, а однозначно, что при заведении бранши одна из бранш уперлась в стенку кишки, и мы ее перфорировали. У нас два таких наблюдения, к сожалению, вот проблема, которая возникла при перешивании, при прошивании. Один вопрос такой, вы браншу воткнули в просвет кишки, поэтому так получилось? Или просто в момент проведения сначала уперлись, а потом вытащили и уже наложили нормально? Ну, вы все видели на экране, сейчас каждый для себя может интерпретировать. Мое объяснение было то, что при пересечении где-то на руках мы положили толстую браншу за кишку, а когда начали толкать вперед аппарат, то тонкая бранша аппарата уперла стенку, и мы перфорировали при вот этом поступательном движении вперед. Здесь есть нюанс, при использовании аппарата эшелон, он технологически устроен таким образом, что шток, дальше такая черная пластиковая штучка, механизм, она где-то полтора сантиметра, и дальше сам аппарат. И вот мы одно время даже отказались от использования эшелона на низких передних резекциях, поскольку считали, что эти полтора сантиметра не дают нам возможности разворачиваться в узком тазу. А потом поняли... ...вопрос на неметрах, вопрос правильного использования. А дело в том, что здесь есть вот такой нюанс. Когда мы продвигаем аппарат в таз, наше все внимание сконцентрировано на бранших аппаратах. А вот в этом этапе надо обратить внимание на то, каким образом установлен ваш 12-мм порт, поскольку порт при движении аппарата вперед заталкивается в живот. И оказывается, что вот этот поворотный механизм находится внутри порта. И именно он не позволяет вам нормально манипулировать. Поэтому при использовании эшелона в глубоком тазу мы что делаем? Мы делаем это в 100% случаев, и у нас исчезла проблема сложности использования эшелона в узком тазу. Потому что аппарат великолепный, и в отличие от других шивающих аппаратов, ткань из него при прошивании почти не выдавливается. Из других аппаратов выдавливается иногда даже на 7 мм, в зависимости от производителя. Так вот, перед тем, как вводить эшелон в брюшную полость, переключите газ на оптический порт, введите эшелон в брюшную полость, достаньте 12-мм порт методики Сильдингера, и дальше работаете эшелоном. И получится, что вот этот поворотный механизм будет находиться либо в толще передней брюшной стенки, если пациент маленький, либо в свободной брюшной полости, и он будет абсолютно спокойно работать. После прошивания вы открываете брюш аппарата, тянете на себя вот это устройство, которое позволяет выпрямить аппарат, загоняете порт, достаете аппарат. Вот вроде бы мелочь, но если эту мелочь использовать, то получится, что и брюш аппарата открывается достаточно хорошо, и поворачивается хорошо. Что касается вот этого случая, я сейчас включу, чтобы видео крутилось дальше, остановил, пока мы разговариваем, то это технический дефект, и эта проблема, она существует, на мой взгляд, у любого хирурга в тазу, в узком тазу у пациентов с ожирением, недостаток визуализации, сложность проведения браншей, ну да, такая проблема есть. Как ее избежать, я, честно говоря, не знаю, но это сложность, с которой сталкивается любой хирург. Вот не знаю, может быть Арсен Асманович скажет, были у меня такие ситуации, не были? Да, у меня есть пара ситуаций, я их сейчас покажу, они немножко другие, но они тоже такие же, форс-мажорные, которые, соответственно, мы не рассчитывали. В этом случае мы отсекли тремя кассетами аппарат, и дальше мы шили на аностомоз, мы завели головку аппарата и выдвинули пику через вот эту образовавшуюся дырку, сформировали степель на аностомоз, с последующим укреплением трансректальным, укреплением шва. Но, к сожалению, в дальнейшем у него все-таки нестательность развилась. Мы очень широко используем этот спонж для лечения нестательных швов, мы вылечили, конечно, но вот этот пациент, он такой запоминающийся, что вот то решение, которое мы приняли, оно к успеху не привело. И как вы хотите из этой ситуации, у меня у самого ответа на этот вопрос нет, и я надеюсь, может быть, этот вебинар с помощью Арсена Асмановича, с помощью коллег, которые подключились, может быть, они нам подскажут, что в такой ситуации и как правильно делать. Ну, собственно говоря, там просто дырка, наверное, оказалась больше диаметра самого аностомоза, и часть этой дырки зашла, соответственно. Она в итоге на глаз казалась небольшой, но, как я себе представляю, когда мы начинаем скручивать аппарат, нужно состыковывать головку и анвил, то ткани же выдавливаются. Вот видите, дырка, там чуть позже будет видно, что дырочка такая относительно небольшая, нам показалось, что удастся. Но нет, не шибко привыдается. Угу. Ну, я не требую... Да? Что? Уважаемый преподаватель, у нас есть два вопроса в чате от Антона Тура. Я начну с последнего. При использовании эшелона имеет ли значение, какую браншу располагать сверху, тонкую или кассетную, при поперечном пересечении? Угу. Значит, я хочу сказать, что тонкая бранша, она более мобильная, она гнется. Поэтому мне кажется, вот я всегда вот эту толстую браншу располагаю позади кишки, а тонкую, как вот такими поступательными движениями, пытаюсь видеть ее, чтобы она достичь максимального раскрытия. И важно еще что? Что для того, чтобы получить... Удивительная вещь. Для того, чтобы получить поперечное пересечение, нам нужно располагать аппарат сверху вниз, спереди-назад. Поскольку ни один из аппаратов, какой бы производитель ни был, не дает сгибание бранша на 90 градусов. Ни один. Он все равно дает сгибание на 45, даже меньше градусов. Поэтому идея в том... Вот я подготовил видео, было готово показательное видео Данила Мисковича, и наше раскрашенное, но Сан Смай сказал, что не надо, ты и так уже покрасовался. Я вот перекинул на плохое. Идея именно в том, чтобы кишку... Я сейчас пытаюсь сориентироваться к кишку. Когда мы берем... Как на камеру там? Когда мы берем ее сбоку, то у нас получается косое пересечение. Нам нужно обязательно развернуть браншу. Тогда у нас получится 90 градусов пересечения кишки. Если мы будем пересекать кишку сбоку, за счет того, что нет 90-градусного поворота, у нас не получится перпендикулярного пересечения. Одно из ушей будет длинным. Да, но здесь есть определенный нюанс, конечно. Проблема именно в том, что даже не в перпендикулярном пересечении. Это абсолютно верно. Алексей Михайлович и Амжат Параваис нам говорит, да, безусловно. Но, к сожалению, не всегда удается именно так тоже пересечь, поскольку проблема в том, что кончик аппарата упирается в копчик. И нормально захватить кишку полностью, кишечную шею в этот аппарат, ну, просто не удается. Просто не удается и все. Особенно, если использовать 60-ю кассету. Ну, а с 45-й может не хватить. У нас дальше есть еще вопрос. Давайте тогда про вопрос, прежде чем будем показывать дальше. Ну, давайте я прочитаю. Я тоже вижу вопросы. От Антона Туро. С чего стоит начинать кривое обучение лапароскопической хирургии рака крыма кишки? Сразу ТМЭ, либо сначала порциальная мезоректоматомия, или, может, экстерпация? И сразу же при использовании эшелона имеет ли значение... А, ну вот это уже... Да, на это уже ответили. Что касается кривое обучение лапароскопической хирургии рака прямой кишки. Сразу ТМЭ, либо сначала порциальная, либо, может, экстерпация. Ну, вообще кривое обучение надо начинать с сигмовидной кишки, либо с обычной D2 классической правосторонней гемиколектомии. Самые технические, методологически отработанные операции. Что касается хирургии прямой кишки, то, конечно, надо отбирать сначала необученных пациентов. Желательно брать на лапароскопию именно женщин, без избыточной массы тела, создавать себе все условия объективные, которые позволят вам оперировать без каких-либо осложнений. Но, на мой взгляд, нужно начинать сразу с ТМЭ. Может быть, я ошибаюсь, но, на мой взгляд, начинать нужно сразу с ТМЭ, но очень удобно у пациента. Поскольку вы проходите сверху вниз, мобилизуете кишку, вам не надо нигде прерываться, вы идете по анатомическим слоям и естественным путем приходите, соответственно, к тазовому дну. То есть вы все время работаете в эмбриональных слоях. Вам не нужно ничего придумывать, изобретать, думать, где на каком этапе начать пересекать прыжейку и так далее. Вы просто следуете анатомии удобного таза. Доходите до кишечной шеи, там отсекаетесь и, в общем-то, операция. Основной этап на этом завершен. Поэтому, на мой взгляд, это удобный пациент для кривообучения при раке прямой кишки. Это обязательно удобный пациент и выполнение ТМЭ. Экстерпация, ну, как вариант, экстерпация, мы же понимаем, что это то же самое ТМЭ, просто дополнено удалением мышц таза во дна. А уж потом, соответственно, делать парциальную мезоректомектомию. Поскольку парциальная мезоректомектомия, она требует еще от вас непосредственно фиксации на горизонтальном, на перпендикулярном пересечении прыжейки, в глубине таза, особенно у неудобного больного. Это может быть достаточно сложным. Очень важно правильно ее пересечь, соответственно, равномерно со всех сторон. Это как бы еще один дополнительный прием такой манипулятивный, который требует тоже отработки навыков. Поэтому я вижу так. Алексей Михайлович прокомментируешь? Да, да. Я сейчас остановлю видео на продолжение предыдущего ролика вот про сложности. Я хочу сказать, что, понимаете, проблема в том, что у нас, вот когда говорят, с чего начать, это полностью показывает отсутствие системы подготовки в нашей стране. К сожалению. К огромному сожалению. Потому что начать надо, вот я скажу, не так, как Арсен Славович, начать нужно с бокса. То есть должны быть навыки лапароскопические. Одно дело, когда в хирургии рака прямой кишки приходит хирург, другое дело, когда туда приходит онкохирург. Это уже два разных специалиста с разной подготовкой. У одного есть опыт выполнения каких-то простых лапароскопических процедур, у другого нет. Вот, к сожалению, мой путь, он был самым безобразным из всех, которые можно только представить, поскольку с Дмитрием Владимировичем Гладышем, ныне главным онкологом Санкт-Петербурга, мы, сидя в бане, решили вдруг сделать лапароскопическую операцию на прямой кишке. Я сказал, что я ни разу не делал лапароскопию. Он сказал, что ерунда, я умею делать лапароскопическую холецистоктомию. Но ты же умеешь делать открытую кишку? Умею. И наша первая операция была лапароскопическая экстерпация прямой кишки. Я всем уже об этом говорил, что гордо выложил, а сейчас смотрю и думаю, как ужасно все это сделано. Алексей Михайлович, ты рассказываешь, как не надо делать, да? Да, как не надо делать. И вот то, что эти вебинары, когда предложили делать Джонсон, я хотел попробовать сделать вот тот финальный уже наш шаг, который, как мне кажется, позволил нам выйти на приемлемый уровень оперирования, это работа под управлением ментора. Что она предполагает? Она предполагает вот то, что делает вся Европа, когда клинический ординатор или человек, который решил прийти, он делает своими руками, но рядом стоит хирург, который его поправляет и помогает. У нас нет такой возможности. Ну, нельзя вот Антона Туровича взять, привезти к Арсену Османовичу или ко мне и делать, потому что и мы не сможем, и он не сможет, и финансовая нет, и семья, и то, и все это всякое не получается. И поэтому мы в своей практике, мы наше видео отправляли, не монтированное, отправляли Амжаду Правоизу, а отвечал нам Данила Мискович, где он по секунду... Я, без упрощения, я тебя немножко перебью, потому что мы об этом разговаривали уже, и, в принципе, как бы здесь вопрос конкретный. Мы об этом разговаривали, но мы этого не делаем. Вот в чем вопрос, понимаешь? А я вот пытаюсь сказать, что я вижу, как это делать. Что мы должны разбирать видео человека, который заинтересован в том, чтобы двигаться вперед, объясняя, как выйти из ситуации. Но не так, как нам делали в письменном виде. Это трудно. А вот если бы нам на вебинаре удалось это сделать, то вот это, мне кажется, было бы большим подспорьем. Поэтому не важно, с какой операции вы будете начинать. Важно, с какой подготовкой вы к этой операции подойдете. Просто решили сделать? Или насмотрели, как Илья Гацадзе, там тысячу раз просмотрели видео разных хирургов, чтобы в голове уложить последовательность этапов. Вы пошли на операцию, вы столкнулись с какой-то проблемой, у вас не получается? Вы столкнулись и решили, Бог с ним? Еще раз повторю? Или вы решили обратиться к кому-то из, как для вас, такого человека авторитетного, и сказали, слушай, вот я уперся на таком-то этапе, посмотри, пожалуйста, мое видео, подскажи? Или в соседнюю клинику поехал, и говорит, слушай, вот я столкнулись, можно я посмотрю этап, как ты выходишь? Вот в чем вопрос. Как вы подойдете? Если вы подойдете упорно, вдумчиво, и вот по такому пути пойдете, тогда неважно, с какой операции вы будете начинать, вы ее освоите. Потому что дальше идет вопрос количества повторений. А если вы просто вдыхаясь в одну и ту же проблему будете, во что бы то ни стало, скрипя зубами, используя современные электролигирующие инструменты, продолжать делать, чтобы наконец-то в тазик выбросить кишку, ну так, ну и качество будет таким. Я не знаю, согласен? Мы к этому придем сейчас чуть позже, как раз на примере видео. А там есть еще что показать интересного? Нет, это просто продолжение того самого видео, вот как мы выходили из ситуации, как мы пытались сформироваться анастомоз. Видите, здесь много методина, потому что мы понимали, что вскрыт просвет кишки, и просвет кишки отмыли, и таз, и отмыли, и помазали, и перекрестили этот живот, и руки так сложили. Ну, в общем, вот, и дальше пытались понять, что нам в этой ситуации делать. Уйти на брюшную тональную резекцию, попытаться ушить вручную вот этот дефект, и дальше стрелять степлером, через него выйти головкой аппаратом, но, в общем, пытались понять, что же нам, как же нам правильно поступить. Вот, ну, в итоге приняли решение сейчас вот тут этапы. Ну, в итоге наложили анастомоз через дефект. Это то вот, что было до этого, да? В итоге, да. Там промывание в этой этапе, понятно, что мы тут пытались добиться максимально. Не то, чтобы стерильность, но чистили кишку многократно. Вот, видите, дефект. Вот, дефект. Вот, и мы пытаемся понять, что, дополнительный кисет положить. Это уже вопрос аудитории. Что в такой ситуации сделать? Ушить ее? Попробовать, наоборот, открыть просвет кишки и не извести и положить колональную ручную анастомоз? Или использовать методику формирования анастомоза, как при трансональной амезоритной амектомии? Дополнительно мобилизовать там ниже пуборектальной петли. Вот мы все это проговаривали во время операции, пытались. Понятно, что опыта-то нет. Ну, ни у кого нет опыта формирования анастомоза на таких дырках. Это же статью не найдешь прямо в интернете. Видите, мы решили штоком выйти через просвет кишки и положить сюда анастомоз. И решили, что, скорее всего, по передней стенке она выйдет. Но тогда мы сделаем bubble-тест, мы сделаем эндоскопию, и мы растянем задний проход и сможем трансректально положить какие-то укрепляющие швы. Вот, сразу, пока формируется анастомоз, Арсен Сманович рассказывал об инструменте, который позволяет удерживать шток анвила. Это называется анвил-граспер. Мы даже в свое время просили привезти его. Привезли. Мы сейчас не пользуемся этим инструментом, потому что вот этот наш прием толкнуть в попку, как я называю, насадил браншу, просто попал. А дальше вот таким поступательным движением правой рукой хирурга в головку самого анвила, и он насаживается достаточно легко. Поэтому анвил-граспер мы, честно говоря, не используем за ненадобностью. Они лежат у нас. Если кому-то нужен, мы даже можем подарить, потому что это пластиковый инструмент. Мне подарите, я прям сразу говорю. Я вам новый в упаковке. Всем остальным, который используем, вам новый в упаковке. Отлично. У нас есть два вопроса. А? У нас есть два вопроса в рубрике Q&A. Первый вопрос от Ливона Григорияна. Передает огромный привет из Еревана. Спасибо за это. Вопрос такой. Рак прямой кишки с инвазией внутреннего сфинктера и с частичной кишечной непроходимостью запланировал наложение концевой сигмастомы неодевантную химиолучевую терапию. Что вы думаете по поводу этого плана? Нижнеамполярный рак с инвазией внутренних сфинктеров и с нарушением кишечной проходимости. И согласен абсолютно со стомой, но только не с концевой сигмастомой, естественно, а с двуствольной. Первым этапом для того, чтобы пациент мог нормально пройти неодевантное химиолучевое лечение. Далее пролонгированный курс химиолучевой терапии эквивалентом около 50 грей. И в дальнейшем, после 10-12 недель, там уже можно рассуждать о консолидирующей химиотерапии. Желательно ее провести. Но, опять-таки, это пока все еще дискутабельно. С тем, чтобы добиться максимального регресса опухоли. И тут еще зависит от того, сколько лет пациенту. Соответственно, какая функциональная ужома и на что мы рассчитываем в последующем. Если какие-то предпочтения сделать интерсфинктерную, может быть, резекцию, сохранить хотя бы там наружный сфинктер и сделать там пластику. Либо мы планируем экстерпацию. Если это пациент, предположим, пожилого старческого возраста и с анальной инконтиненцией, то только экстерпация, ни о чем другом речи здесь быть не может. Но с точки зрения именно противопухолевого лечения, отключения кишки, пролонгированная химиолучевая терапия, далее, как опция, консолидирующая химиотерапия в последующем операции. Вы знаете, что касается меня, я, честно говоря, вот при такой локализации опухоли нарушение проходимости, которое требовало бы отключения кишки, ну, почти не вижу. Ну, почти не вижу. Я понимаю, что все может быть и, возможно, как правило, отключаем мы кишку в таких ситуациях, когда есть какой-то абсцесс перитуморальный или свищ. Ну, мы вынуждены отключать кишку. Но отключать кишку по поводу непроходимости на уровне нижнепулярного отдела, ну, это либо очень запущенная опухоль, тогда может быть просто такая махровая. Поэтому есть, реально есть признаки нарушения проходимости. Конечно, кишку надо отключать. Я согласен с Арсеном Асмановичем, что никакой концевой стомби здесь даже не надо думать. Надо сделать двустволку, чтобы отключить кишку. Потом химио-лучевая терапия, и в зависимости уже от того, что мы получим по итогу химио-лучевой терапии, дальше думать, какую операцию. Но вот в отличие от Арсеном Асмановича, я, честно говоря, небольшой сторонник интерсвекторных резекций, поскольку с технической точки зрения понятно, что они выполнимы. Здесь все упирается не столько в исполнение, сколько в функциональное нарушение. Если у вас есть команда специалистов, которые будут в дальнейшем этого пациента сопровождать и решать его проблемы с анальной инконтиненцией, это надо делать. Но, к сожалению, вот мы в институте сейчас создали, наконец-то у нас появился отдел, который занимается изучением функций заднего прохода до операции, до лучевой терапии, и они берут на себя работу с этим пациентом, с использованием всевозможных видов стимуляций и так далее. Может быть, у нас сейчас увеличится количество операций. Но если есть инвазия внутреннего сфинктора, всегда пациенту объясняю, что ему надо очень серьезно подумать над темой, иметь ему хорошую устому, либо сохраненный задний проход, но мокрые и не очень вкусно пахнущие штаны. Поэтому я больше сторонник выполнения экстерпации. Вот здесь мы с Арсеном Анатольевичем расходимся, потому что я знаю, что Арсеном Анатольевич очень, ну так, и опыт есть большой в выполнении вот этих органно-сохраняющих операций. Но когда Эрику Рулье, пропагандисту интерсфинкторных резекций, и автору классификации интерсфинкторных резекций задал вопрос, а что вот делаете вы с этими больными, и он когда узнал, что у нас нет отдела, который занимается сопровождением, он сказал, ну нет, тогда делать не надо. Поэтому тут дело такое. Ну да, в общем-то наши противоречия, они точно так же, как предположим, между подходами в той же самой Швеции и Франции. То есть все-таки ментальность людей играет большую роль. Да, потому что есть люди, которые согласны даже с признаками анальной континенции жить, но чтобы без стомы готовы ухаживать, соответственно, прокладки наносить, соблюдать определенные ограничения. А есть люди, которые просто стомом и, в общем-то, не заморачиваются ничем. Поэтому тут это тоже играет большую роль. Я остановил видео, потому что, собственно говоря, все показали. Тут даже бабл-тест был отрицательный у этого пациента. Но да, это сложности. У нас продолжение от Ливона Григорияна. Уважаемые участники, обратите внимание, вы можете поднять руку, нажав внизу на ладошку, и тогда мы вас переведем, вы сможете поговорить с нашими преподавателями в режиме онлайн. Продолжение вот этого вопроса. Протяженность поражения 5 сантиметров. Кишка функционирует на слабительных после клизмы. 68 лет после химио-лучевой терапии запланирована брюшно-промежностная экстерпация. Ну, хорошо. То есть химио-лучевая терапия уже проведена, получается. А, это запланировано. Запланировано, да. Все верно? Ну, я в любом случае все-таки рекомендую отключать кишку, если признаки непроходимости хоть периодически, но присутствуют, поскольку нужно понимать, что если вам придется во время проведения облучения прерываться и ликвидировать проблемы с кишечной непроходимостью, то вы снизите эффективность необъемантного лечения. Поэтому в этой ситуации, да и в любой ситуации, всегда надо смотреть с точки зрения достижения лучшего онкологического результата. Если есть сомнения, если у пациента проблемы периодически возникают в нарушении проходимости, надо полагать, что еще на фоне химио-лучевой терапии у него могут быть сложности. Потом у него развьется лучевой проктит, соответственно, отек в этой зоне, ему будет чрезвычайно сложно ходить на процедуры, и, возможно, получится так, что он пройдет 40 грейд, а дальше просто ему ввиду развития токсических реакций либо нарушения проходимости придется прерваться. И вот тогда вы уже получаете неоптимальный онкологический результат. Поэтому в таких ситуациях большая опухоль местно распространенная, отключаете кишку и проводите лечение полноценное. А затем, соответственно, тем более, что если предполагается экстерпация, в общем-то, ничего сложного в последующем с формированием стомы нет. Поэтому в моем мнении именно такое. Возможно. Но я вот хочу сказать, что за те годы, что я заведую, сколько после 9 лет, у нас, честно говоря, не было ни разу этой проблемы. Поэтому это теоретически может быть, но, как говорил наш преподаватель, редко, я бы сказал, очень редко, настолько редко, что никогда не видел. Поэтому вопрос в том, понятно, что теоретически, мы все можем быть какими угодно теоретиками, надо видеть пациента. Если вы считаете, что у пациента есть признаки нарушения кишечной проходимости, которые угрожают проведению специализированного лечения, то я полностью согласен с Арсеном Исмановичем, это надо делать. Но если есть стеноз, но при этом слабительные помогают пациенту, и он может с этим справляться без выведения кишки, я считаю, что зачем ухудшать качество жизни. Химилочевая терапия, мы знаем, что там больше, чем 80% случаев приводит к регрессу той или иной степени. Тем более, это нижняя полярная рака. Да, дело в том, что радиологи этим занимаются. Пациенты лежат на каких койках? На вашем или в радиотерапевтическом отделении? Они лежат и на наших и на тех, и есть дневной стационар, понятно, ковидные там были лишь вещи, но все больные, теоретически у которых могут быть хирургические осложнения, конечно, мы к себе берем. Тем самым успокаивая наших радиологов, что вы не волнуетесь, вы, главное, облучаете, а все проблемы мы берем на себя. Ну, вот у меня такой вопрос. В скольких процентах не удалось довести полноценную схему химилочевой терапии до запланированной дозы? Вот за несколько лет, просто когда у вас эти пациенты... У меня нет под рукой регистра, его вообще пока еще нет. Вот как раз вопрос именно в этом. Потому что далеко эта цепь не 100%, она не может быть 100%. А здесь мы рассуждаем о том, чтобы обеспечить пациенту максимальную возможность пройти химилочевой терапии от и до. Как правило, доза полно не подводится не потому, что у нее возникает кишечная необходимость, а потому что возникает токсичность. И тогда иногда даже возникает необходимость в проведении расщепленного курса химилочевой терапии. Да, из-за токсичности, но это никак не связано со стомой. Есть еще местные лучевые реакции, которые усиливаются с накоплением дозы, и поэтому это тоже... Отключенная кишка, она как раз-таки уменьшает эти местные реакции, когда у пациента нет естественной дефекации. Возможно, просто мы не отключаем, и этой проблемы не видим. Поэтому, может быть, она есть, но мы ее не видим. Возможно, я же не спорю. Мы не отключаем. Вот сейчас, пока мы разговариваем, идет видео, я хочу обратить внимание. Это узкий таз. Пациента, который я оперировал в рамках выездного мастер-класса, после химиотерапии, значит, он получал по программе лечение, которое мы в свое время, так сказать, запланировали, протокол и утвердили еще в онкологическом центре в Неплохина. Значит, мои бывшие коллеги его пролечили в неодевантном режиме. Здесь был рак среднеампулярного отдела Т3А. Он после четырех курсов капокса имел очень хороший эффект противоопухолевый, образование очень существенно уменьшилось, и в результате он отказался вообще от дальнейшего лечения в расчете на то, что у него болезнь вообще ликвидела. То есть там было реально очень выражено уменьшение опухоли, там макроскопически выглядело чуть ли не как полная регресс. В общем, пациент благополучно отказался. Через несколько месяцев у него, естественно, развился продолженный рост, и затем уже его облучили с продолженным ростом опухоли в прямой кишке. И после этого я его оперировал. Ну, соответственно, вы видите прекрасно, какой здесь тазик. Мы сделали тотальную мезоректометомию, и дальше вот эта вот вся у нас возня связана с тем, что никак не удается провести аппарат. Я обычно в своей практике рутинно использую эшелон, поскольку мне действительно нравится, как он работает, как он зажимает. И для меня это предпочтительная степлер. Ну, в данной ситуации мне просто дали то, что мне дали. Я использовал... А как стоят порты? Я что-то не вижу левую руку твою, Арсен Александрович. Ну, сейчас увидишь. Сейчас увидишь. С левой стороны два порта, у ассистента два зажима. И вот мой зажим. Вот сейчас я там подтягиваю. Он идет как-то с другой стороны, нет? Два зажима у ассистента слева. Должен сказать, что очень хорошо помогали мне тогда коллеги. И, естественно, один зажим у меня. Не удается провести аппарат в таз, установить на кишку. Мне пришлось в этой ситуации, вы видите, в обратную сторону вывернуть кассету. У вас камероман неправильно показывает. Он же, смотрите, что делает. Он же выкрутил камеру, показывает переднюю брюшную стенку. Он должен сейчас повернуть хобот направо. Нет, нет, он показывает хорошо, потому что он просто по ситуации. И туда и сюда камер вверх. Он показывает хорошо, но ничего не видно. Я согласен. Хорошо показывает. Да, не видно, потому что просто нет пространства в тазу. Нет, я не на это хочу обратить внимание. Смотрите, камероман сейчас перевернул камеру и показывает хорошо, как я его прошу. Просто это в зависимости от тех задач, которые мы ставим. Соответственно, кассету вот здесь в обратную сторону мне пришлось вывернуть. Потому что я просто никак ее не мог завести в таз. Угол не позволял. Вы видите, я ее вывернул наизнанку. Мы обычно так не делаем, но здесь пришлось. И вот только этот прием позволил завести ее туда, прямо на область кишечной шеи. Только этот прием позволил. И сейчас мы, соответственно, это делаем. Нам удалось подвести туда, зайти с камерой глубоко. Удалось посмотреть переднюю стенку и заднюю стенку. Мы там перепроверяем еще раз. Соответственно, вы видите, вот здесь воронка, так называемая, мужской таз, воронка. И тут максимально там даже выделение, по сути дела, у нас там сзади сбоку в интерсфинкерное пространство прошло. Мы мобилизовали насколько можно глубже. И вот сейчас, после того, как удалось завести вранши, идет выравнивание аппарата. Идет выравнивание аппарата. Мы уже под контролем зрения, уже понимаем, что вранши наши легли туда, куда надо. И, соответственно, уже рассчитываем пересекать кишку. Но это видео, так сказать, без монтирования. Здесь мы, должен сказать, достаточно долго этим занимались. Ну, наверное, в общей сложности, наверное, минут 20 мы проводили аппарат. Вот сейчас, соответственно, производится пересечение. Естественно, тут недостаточно одной кассеты. Мы вот извлекаем аппарат. И дальше то же самое, как бы проблема, она с пересечением второй порции прямой культи и прямой кишки. То есть, что я хочу здесь сказать, что вот в таком случае, когда вот узкий таз, облученный пациент, мы выделили всю прямую кишку, зашли даже в интерсвиниторное пространство. Аппарат проводить не удается. Вот нам с помощью такого примера удалось провести аппарат. То есть, мы вывернули кассету наизнанку, тем самым как бы следуя изгибу таза сбоку. Соответственно, и только так нам удалось зайти этими браншами и потом уже обойти кишку. Вот сейчас мы опять перевернули камеру, смотрим сверху вниз. Соответственно, там подтягиваем. Хотим увидеть, сколько нам осталось там еще пересечь. Должен сказать еще, что здесь мы использовали еще один прием. Ну, такой практически. Наверняка его там знают многие, может используют не все. Когда мы просим ассистента подойти сзади, со стороны промежности, просто надавить ладонью или кулаком на промежность, тем самым как бы подать в нашу сторону кишку, в сторону брюшной полости. Иногда это помогает. Не скажу, что всегда, но иногда это помогает. Ну и вот здесь осталось небольшой участок пересечь. Вопрос в чате. Сформировали ли протективную стому пациента на предыдущем видео? Конечно, сформировали. Мало того, мы в 100% случаев формируем превентивную стому у всех больных, у которых выполняется тотальная мезерактивность. Ну, буквально в 100% случаев. Останусь ли я всегда при таком мнении, я не готов сказать, не знаю. Может быть, мы придем когда-то к избирательному подходу. Но я не знаю, как Арсен Османыч, при выполнении тотальной мезерактивной амктомии... Даже можно не спрашивать. Абсолютно согласен с твоим мнением. Это единый концепт такой, к которому мы все придерживаемся. Даже не концепт, а это стандарт. Если пациент не согласен на превентивную стому, то, в общем-то, мы его не оперируем. Да, ну, наверное, как бы это и у вас так же. То есть никто не дает никаких гарантий, что будет операция без стомы, если она в его ситуации планируется. Да, стараемся убеждать, стараемся убеждать, что это его безопасность. Да. Вот. Ну, в общем, вот таким вот образом в этом тазу нам удалось пересечь кишку. Сейчас мы ее извлечем. И, в целом, конечно, проблематично, сложно, как говорит Амжат Парваис, что бы вы не использовали, что бы вы не делали, сложная ситуация, она останется сложной. Как бы вы не пытались проходить, там, решать этот вопрос. Мне нравится, как Амжат комментирует трансональная мезоректомуктомия, да? Говорит, трансональная мезоректомуктомия придумана для пациентов с узким тазом, с большой опухолью, с ожирением после химолочной терапии. Но почему-то всегда, когда мы видим трансляцию или видео операции у предтрансональной, это женщина, не облученная, средний полярный рак, маленькая. Все верно, да. Потому что нам показывают именно такое видео. Наши коллеги из Голландии, особенно Туйман и другие его коллеги, они показывают именно такое видео. Но мы в свое время, я достаточно широко использовал эту методику, там, больше 70 кейсов мы сделали. Мы как раз таки позиционировали именно у сложных пациентов. Иногда даже ее применяли в тех ситуациях, когда невозможно было сверху вниз до конца выделить тяжку, и тем самым я пересаживался вниз и доделал. Видите, узкий тазик, соответственно, да, действительно проблема. Значит, что касается вот такого узкого таза, еще какие приемы и манипуляции. Ну, вы видите, вот она, кишка полностью выделена, пересечена фасцием. Мы демонстрируем, соответственно. Фасция здесь сохранена везде на всем протяжении. Что касается вот таких пациентов. Значит, подвешивание брюшины мочевого пузыря, если это у мужчины, либо, там, матки, если это женщина, можно осуществлять не одним швом, а двумя швами. То есть вы просто захватываете с двух краев и подтягиваете. Вот здесь у нас был один шов в данном случае. Можно подвешивать с двух сторон. Мы использовали два порта слева. Тоже очень важный момент для ассистента, который вам помогает. Конечно, ассистент с хорошими навыками. Два порта с левой стороны. У него две руки работают, два зажима. Он всячески вам пытается оттянуть кишку, чтобы создать тракцию. Тут тоже очень важный момент. Еще используют некоторые хирурги, они перевязывают кишку, либо используют специальные затягивающие устройства на кишку, тем самым как бы манипулируя этой кишкой. То есть зажимами хватает не кишку, а хватает эту толстую лигатуру, либо какую-нибудь резиновую кисемочку, но плотную достаточно. И с помощью этого манипулируют кишкой, но как бы это создает дополнительные углы манипуляции и большая, так сказать, степень амплитуды. Вот такие вот моменты можно применять при работе вот в таком узком тазике особенно. Вот Наталья Резницкая спрашивает, вопрос сайта Сергей Новиков. Первое, помогает ли предварительная перевязка кишки в максимальной линии пересечения? И второе, как вы относитесь к надлонному порту для введения сшивающего аппарата? Очень хорошие вопросы, очень хорошие вопросы. Во-первых, по поводу тракции кишки я уже сказал. У меня самого лично опыт небольшой, но я знаю публикации, знаю хирургов, которые используют эту методику. Значит, по отзывам и по данным литературы это действительно помогает. Помогает. Есть разные устройства. Значит, кто-то просто берет толстая лигатура выше опухоли, перевязывает кишку из-за лигатуры, потом, соответственно, и тянет в разные стороны. Есть специальные устройства, публиковались, если не ошибаюсь, в японской статье, когда просто зажимается там такая штука, с одной стороны как бы развилка, вот, проводится, соответственно, лигатура через резиновую трубку, зажимается, делается некая петля и то же самое используется для манипуляции. Люди, которые это использовали, говорят, что это помогает. Поэтому я не готов со своего личного опыта это советовать, но мне так кажется, что действительно это, наверное, помогает и облегчает. Вот эти манипуляции, как захват кишки, подвешивание двумя лигатурами и дополнительный порт слева, это вот манипуляция, которая действительно облегчит вам жизнь. Что касается надлобкового порта, значит, коллеги, сейчас я покажу другое видео, как раз мы сейчас плавно переходим. Я скажу, что я не знаю, помогает или не помогает вот это устройство для перевязывания, я вижу, я знаю, что используют. Честно говоря, необходимости в этом я не вижу, но при той технике, которую мы используем. Что касается надлонного поражения порта, я не могу сказать, как к нему относиться, потому что ни разу не использовал, чисто теоретически не вижу преимуществ. А при той технике, которую, повторю, используем мы, нам этого достаточно. И еще один вопрос, вот Дмитрий спрашивает, какой протективной стоме отдаете предпочтение или остоме или колостоме? Мне кажется, тут на эту тему уже копий сломано огромное количество. Да какую вам больше нравится, такую и делайте. Мы предпочтение отдаем или остоме по одной простой причине. Ее проще технически сформировать при операции, проще закрывать. Но если кто-то из сотрудников отделения вдруг сформирует колостома, ну, я и слова не скажу, ну, хорошо. Ключевое здесь слово – стома, что она должна быть. А уж какую вы делаете? А вы, Арсен, как считаете? Я по поводу стома, я тоже проходил разные мнения, и мое мнение менялось, должен сказать, тоже с набором ухта определенного. Мы первоначально предпочтали или остому всем формировать, такой некий западный подход, удобно для лапароскопической операции, вытащил петлю, независимо от каких-то анатомических особенностей, и все хорошо. Но все-таки мы в итоге отдали предпочтение формирования трансферза стому всех пациентов. Если не получается трансферза, тогда или остома. Потому что преимущество в плане лечения несостоятельности – всегда можно сверху вниз отмыть кишку, значит, там контроль некий. Стома выполняет свою функцию. Дело в том, что если у вас случается несостоятельность, а кишка не очень хорошо подготовлена, и вы при этом сформировали или остому, то у вас эта несостоятельность может превратиться в симптомную, то есть не в клиническую, а именно… То есть из неклинической в клиническую. Поскольку в толстой кишке находится еще часть, предположим, содержимого, которое, попадая через этот дефект малый таз, вызывает симптомы, и вам все равно приходится оперировать этого больного. Поэтому, с моей точки зрения, все-таки трансфер застома, а не или остома. Если трансфер застома технически сложна, жирный пациент, спаечный процесс, мобилизавливости птички не хватает, тогда или остома просто от того, что не можем сформировать трансфер застома. В остальных случаях трансфер застома. Да, но литературные данные типа серии не подтверждают, к сожалению. Поэтому, может быть, эта позиция… Позиция понятна, но она, возможно, не лично на байесах, так называемых. А что касается… Это, собственно, опыт. В общем-то, я сразу сказал, что я считаю, что я делаю именно так, поскольку я сталкивался с ситуацией, когда… У меня было пару кейсов, у меня было пару кейсов, когда у пациента была или остома сформирована, возникли несостоятельности после ТМИ, мне пришлось их оперировать, этих пациентов. Ну, поскольку… Даже несмотря на то, что мы готовили кишку, соответственно, подготовка кишки может быть не идеальной, и там был заброс содержимого из кишечника в малый таз, у них были признаки системного воспалительного ответа, мне пришлось оперировать, тренировать, промывать, заходить опять в живот. Не важно, что я это делал апароскопически, вот, но мне пришлось заходить в живот, брать, так сказать, их… Я не об этом говорю, я говорю о том, что по литературным данным, что и лиостома, что трансверзостома, она все равно не гарантированно вот эти проблемы решает. И также, к сожалению, мы вынуждены… Ну, неоднозначно, неоднозначно. Нет, нет, Алексей Михайлович, не готов сейчас говорить аргументирование, но неоднозначно. Не скажу, что все литературные данные поддерживают и лиостома. Если я не ошибаюсь, кандидатская диссертация была защищена… Давайте мы не будем сейчас вот этого, это вообще… Кандидатская диссертация – это вообще отдельная тема для разговора. Я сейчас говорю о том, что они поддерживают и лиостому. Я говорю о том, что литературные данные говорят о том, что нет разницы между тем, какую стому выводить. И говорят о том, что это преференция хирургов. И вот если вы… Я понял, ваша преференция – колостома. Вопросов нет. Нормально. Моя преференция – и лиостома. Это тоже нормально. А для служителей надо сказать, что вот видите, сидят два, друг с другом бодаются. Ребята, разницы никакой нет. Если вам нравится колостома – выводите. 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 Самое главное – не делайте без стомы. Ну, сами же пострадаете. Вот о чем речь идет. Да. То, что самовыводить надо однозначно. Но, еще раз, к вопросу литературы. В клинике Царякова была зачитана диссертация. Насколько я знаю, там рандомизированное исследование проводилось. И, насколько я помню, трансверзотомы у них создали результаты. Поэтому в отношении литературы, данной литературы… Я не читаю диссертации. Ну, только в плане, мне звонят, говорят, подписать надо что-то. Ну, ладно. А так, Арсен, ты сам понимаешь, какие у вас диссертации. Я показываю следующее видео. Я показываю следующее видео. Сейчас я его опять включил. Значит, здесь опять… Здесь мы рассуждаем о нетипичных ситуациях. Когда идет пересечение кишки. Здесь тоже, соответственно, мезоректометомия. Как вы видите, она не тотальная, парциальная. И заводится аппарат. В принципе, делается все стандартно, классически. Вы видите, вот мы тут завели эшелон, соответственно, поставили перпендикулярно, пересекаем кишку. Это широкий таз. Соответственно, женскую матку даже не стали подшивать только потому, что все действительно удобно и нет необходимости в данной ситуации делать лишние проколы. Вот. Заводим аппарат, прошиваем, вытянули кишку, убедились сверху и снизу, что он лежит на скелетизированной площадке. Очень важный момент, чтобы захватывать пересекать кишку очень близко к мезоректальной клетчатке, чтобы кровоснабжение культи было. Это очень важно. И поэтому всегда надо отслеживать и сверху, и снизу. Вот. И тут вот, видите, проблемы какие-то случились. То есть, что-то аппарат дергается, но как-то так движение не происходит. Движение не происходит. То есть, у нас получилось таким образом, что мы не можем вытащить аппарат. Мы его просто не можем вытащить. Он не исходит с кишки после того, как пересекли. Что в этой ситуации делать? А это какой аппарат, Александр Сманович? Это хороший аппарат и шалон. Пшалон, да? Да. Ну, дело тут не в аппарате, я думаю, а дело в каких-то, наверное, других вещах. Соответственно, в этой ситуации мы просто его не можем извлечь. Что мы делаем? Мы устанавливаем надлобковый упор. Вы видите, у нас очень хорошо. Бинго. У нас есть второй шалон. Вот мы его заводим. Соответственно, этот мы вытягиваем, устанавливаем еще один шалон и пересекаем уже, соответственно, чуть ниже. Ну, конечно, та площадка, которую мы выбрали исходно, она была оптимальной, потому что мы стремились сохранить и часть кишки, в то же время отступив там пять сантиметров дистальной опухоли. Тут, как вы понимаете, каждый сантиметр очень важен, поскольку это ампулярная часть кишки и как бы резервуарную функцию она в себе несет. Поэтому чем выше анастомоз, тем лучше функциональные результаты в последующем у этих пациентов. И мы как раз выбрали оптимальную зону, отскелетизировали ее, перпендикулярно пересекли, наложили. Но теперь в этой ситуации у нас уже нет выхода просто. Поэтому мы через надлобковый порт завели еще один шалон, уложили, примиряемся достаточно тщательно, ну, для того, чтобы еще раз не отсечь лишние кишки, поскольку хочется сохранить функцию. И потом мы не планировали в этой пациентке формировать превентивную стому исходно, то есть как бы здесь парциальная мезоректомектомия. Вот. Но нам приходится по ходу дела перестраивать свои, как говорится, планы и уже выходить из ситуации. Вот таким вот образом пересекли и в дальнейшем, но сейчас я вот точно не помню, одним разом или нам пришлось еще раз завести аппарат. Возможно, что еще раз, либо сейчас, может быть, ножницами досечем. Мы смотрим, соответственно, здесь длину швов как бы такой понятной стопроцентной уверенности нет. Как мы все знаем, эшелон, он прошивает на всю длину, практически там, на всю длину бранша, но нож, он немножко не доходит. Ну, в данной ситуации мы пришлось им использовать еще раз, соответственно, пересекли. И в дальнейшем здесь уже не стоит вопрос, а как извлекать кишку, откуда ее вытаскивают, через какой мини доступ. Вы понимаете, что у нас тут только один вариант. Мы кишку извлекаем, будем ее извлекать только через тот доступ, через который у нас заведен первый шелон. Вот. И, собственно говоря, что мы и делаем. Вот. К вопросу надлобковым портом. Вы видите, что мы завели этот второй шелон через надлобковый порт. В общем, я считаю, что этот порт можно использовать, и он достаточно удобен. Опять-таки, по данным литературы некоторых авторов, некоторые это используют рутинно. А сейчас мы извлекаем это из зоны 12-мм порта, поскольку вот кишка, она соединена с эшелоном, и мы просто делаем там. А вы потом разобрались, почему не открылся эшелон? Ну, тут сложно понять. Это нужно убираться с технарями. Вот. Я не думаю, возможно, это какой-то дефект, может быть, кассета был, там еще что-то. Я думаю, я думаю, что это было, по-моему, опять-таки, опыт, я очень не люблю вот говорить мой опыт, мой опыт, потому что, знаешь, это дело такое, это какое-то неправильное использование эшелона, либо раннее движение смыкания, то, с чем мы сталкивались. Там, устройство аппарата достаточно сложное, там есть кнопка разблокировки, то есть... В данном случае ничего не получилось, кнопка разблокировки никак не сработала. но все-таки, вот обращаясь к аудитории, которая нас смотрит, вот, огромная просьба, если вы пользуетесь этим аппаратом, попросите, чтобы к вам еще раз пришел представитель компании и еще раз объяснил, как он работает, потому что вот эта вещь, она бывает крайне редко, но если она бывает, практически, ну, практически все аппараты можно разблокировать. Надо просто правильно знать, как это делается. Здесь, попросите, пусть придут, ребята из эшелона это знают очень хорошо, я это так хорошо не знаю. И вот когда-то Даша Пономарева, она сейчас присутствует, была у нас на операции, у нас заклинил аппарат, я ничего не мог сделать, она дала мне совет и он открылся, ну, на раз-два. Да, согласен, когда вы оперируете, пусть придет представитель, а вы еще часа три подождете, пока он на такси приедет. Я говорю о том, что если в клинике вы пользуетесь аппаратами эшелон, то попросите, пусть придет технарь, используйте один аппарат на одной из операций, пусть она покажет, как разблокируется, как он работает, ну, в драйлабе, грубо говоря, не в операционной, а вот он есть, вы его держите, пусть вам расскажут все возможности этого аппарата. Что бывает с этим аппаратом, как он блокируется, как он разблокируется, как аппарат на связи работает. Здесь надо, чтобы, ну, я призываю нашу аудиторию обратиться к представителям компании, чтобы объяснили, как работает. Он сложнее, чем другие аппараты, просто сложнее по устройству. Я не знаю, Юля Кондратьева, я правильно говорю, неправильно, или я что-то не в ту сторону уважил аудиторию? Ну, с точки зрения аппарата, вы абсолютно точно сказали, что эшелон, практически в 99% случаев любой аппарат можно открыть, просто нужно знать, как это делать. Да. И особенно, ну, если это аппарат, не верно, использованный, а там есть свои нюансы, обязательно обратитесь к вашему представителю Джонсона, обязательно вам придется расскажет все, там есть свои нюансы. Так что тут все верно. Да, ну, коллеги, существуют, как говорится, теоретические вещи, а существуют практически. Поэтому, как бы мы красиво не рассуждали, к сожалению, в практике бывают разные ситуации, и мы понимаем, что это и от использования аппарата, и бывает и от многократного возможного использования аппарата, и так далее. То есть, есть масса факторов, которые могут на это повлиять. Мой пример наверняка не единичный, поскольку я видел подобные примеры видео от наших коллег, те, кто не стесняются, не боятся показывать свои какие-то сложности. Я знаю, что такие вещи встречаются. У меня встретились в моей практике два таких кейсов, я их оба записал, оба нарезал, оба показываю, с тем, чтобы все-таки было понимание, что если у вас это произойдет, никто не застрахован, то что-то нужно делать. Я вовсе сейчас не хочу обострить дискуссию, или тем более укрепнуть вас в чем-то, но я могу точно сказать, что этап нажимания кнопок и разблокировки у вас не записан. Я вот о чем говорю. Да, но вы можете послушать, что я вам скажу без видеозаписи. То есть, для того, чтобы извлечь аппарат оттуда, мы использовали все, что можно. Разблокировать, там пытались по-всякому, и уже потом только стали ставить другой порт и проводить другой эшелон. То есть, вы понимаете, степ-бай-степ. То есть, хирургия, она когда начинается? Когда терапия уже реализовала свои эффекты. Вот примерно такой же подход. Я не спорю с тобой, Александр Славович, я пытаюсь донести до аудитории, которая у нас слышит, что в нашей ситуации, когда эшелон заклинил на двенадцатиперстной кишке, и тут вторым аппаратом не обойдешься. Ну, это катастрофа, по сути. Тут нужно ножом срезать, открывать просветы, и дальше неизвестно, что делать. Я тоже пытался делать и так, и так, и так, и так, и так, и вдруг зашла Даша. Она даже не у нас на операции была, она просто, ну, я открываю скорее, она когда к другим приходит в операционную, она к нам тоже заглядывает. Я говорю, Даша, у меня будет. Она говорит, а вы на это нажмите? Нет, остановитесь. Вот так, вот так и так сделаете. Я сделал, как она сказала. Ну, сделал, как женщина сказала. Арсен, я лицо потерял. Ампаса, он открылся. Значит, в продолжение просто смотрите, я вам показываю следующий пример, потому что это теоретические выкладки, они всегда были и останутся теорией. Вы должны понимать некоторые вещи, что человек, который там использует, я не говорю сейчас про себя именно, да, человек, который использует этих эшелонов, там, не знаю, по 150 в год в течение многих лет, ну, наверное, уже понимает, как-то знает, как надо этими аппаратами пользоваться. Я показываю следующее видео, в котором другая причина того, почему у нас эшелон не был. Я глядя в глаза, честно, как Жванецкий, вот помните монолог про коррупцию, когда президент, глядя в глаза этим чиновникам, этим депутатам, сказал, коррупция процветает, и никто не трогнул. Так вот я глядя в глаза, говорю, а я не знаю, как его разблокировать. Хотя я использую тоже много эшелонов. Хотя мне много раз говорили, потому что, когда тебе сказали, ты помнишь, а через два месяца ты уже не помнишь. Ну, это нормально, это нормально. Я хочу обратить внимание то, что здесь, сейчас я немножко перемотаю вперед и потом вернусь сюда. Мы использовали тоже надладковый порт, вы видите. Мы использовали проведение именно сверху, поскольку тоже были большие сложности вообще с проведением аппарата. Очень длинный, глубокий таз, соответственно, опухоль на границе нижней и среднеампулярного отдела. И мы, понимая, что со стороны обычно 12-мм порта нам не удастся провести здесь эшелон, мы его завели через надлобковую зону. Это действительно помогает. Еще раз повторюсь, некоторые хирурги это используют вообще в своей рутинной практике постоянно и регулярно. Считают, что так лучше, что так действительно легче. Вот в нашей ситуации мы прибегли к этому, сделали дополнительное отверстие и сразу оттуда провели этот аппарат. Нам удалось, соответственно, положить его спереди назад, удалось прошить. Ну, поскольку это уже было, сейчас я чуть-чуть прокручу. Но, опять-таки, проблема в чем? В том, что аппарат вы можете так провести, да, вы можете перпендикулярно пересечь, но длина таза, сагитальная длина таза не позволяет забрать всю кишку в кассету, поскольку кассета упирается в копчик, соответственно, крестово-копчиковое сочленение, и это не позволяет вам пересечь сразу всю кишку, завести ее между браншами. Сейчас мы, соответственно, пересекаем оставшуюся часть. И вот здесь самое интересное, вы видите, камера как хорошо показывает, то есть мы видим, что мы кишку завели, что все у нас в этом плане нормально, что нам сейчас удастся ее пересечь. И дело в том, что камера сейчас показывает именно эту зону, именно этот момент. Здесь у нас все хорошо. Дальше, обращаю ваше внимание, посмотрите, где у нас зажим. Зажим. Зажим, который находится в левой руке, он попал между браншами. Он попал между браншами. Вот. Видите, как получилось? И в этот момент, к сожалению, это было поздно замечено. То есть в этот момент уже было движение на пересечении кишки, соответственно, с определенным сопротивлением. Да, но оно было, как бы это движение уже произведено. И мы обращаем внимание на то, что, опа, вот за тем, что мы там пытались эту культию подтянуть и наложить туда бранши, кассеты, мы не заметили, что в браншах оказался кончик эндозажима. В итоге здесь заклинило вполне, так сказать, по понятным причинам и совершенно объективно. Потому что инородное тело в браншах. Да, вот. Здесь все понятно. Это просто хирургический дефект. Это вот, соответственно, сложная ситуация, да, сложный таз, да, проблема с тем, чтобы визуализировать, наложить и так далее. Но это хирургический дефект. Это хирургический дефект. Поэтому здесь, соответственно, у нас заклинило аппарат совершенно закономерно. И ситуация гораздо сложнее в сравнении с предыдущим кейсом, поскольку у нас получается, что мы использовали два порта. Через один у нас зажим, через другой у нас, соответственно, кассета, степлер. И как вот в этой ситуации извлекать кишку? Ну, действительно, очень сложно подумать. Здесь мы для того, чтобы уже отойти от культи прямой кишки, досекаем вот небольшую часть, которая на самом деле там уже была прошита, только нож не дошил. И подтягиваем кишку в брюшную полость. Но опять-таки задача стоит, как это вытащить наружу, поскольку у нас они вот в разных местах. В общем, мы в итоге, я не буду долго задерживать времени, я немножко прокручу вперед. У нас в итоге получается таким образом, что мы делаем минилапартамию надлобковую, а затем через этот же разрез вытаскиваем с помощью эндозажима, вытаскиваем оттуда степлер и туда же проталкиваем эндозажим. И вытаскиваем оттуда наружу, соответственно, саму кишку. Ну вот мы уже извлекли, уже все это отсоединили. Смотрим за качеством мезоректомектомии. В этом плане здесь все нормально. Вот. В дальнейшем накладываем обычный анастомоз. Вот такая ситуация. То есть в этом конкретном примере все понятно, почему не сработал наш великолепный аппарат, потому что попало инородное тело между брюшами. Ну, дальше уже все стандартно. Формируется анастомоз. Дальше послеоперационный период без особенностей. Ну, и вот на… Хорошо. И вот, если позволите, сейчас Розан Смачев свое видео закончит, я включу еще одно видео. где автор не я, но в нашей операционной. Сейчас, одну секунду. Демонстрация экрана. Это самый финал, сделанная уже тотальная мезоректомектомия. Если кто-то угадает автора, я буду рад. Стандартное выполнение по стандартной методике со стандартом расстановки портов. Ну, стандартная, как я называю, это стандартный портов. И мы подходим к пересечению. Зависает немного опять, да? Ощущение. У меня нет, и все настройки сделаны так, как требовалось. Значит, хирург вот левой рукой делает себе тракцию. Хармоником дорабатывает область хирургической шеи. Сейчас чуть-чуть промотаю, чтобы аппарат еще раз… Каким образом заводится аппарат? Обратите внимание, ассистент шариком создает дополнительную тракцию. Очень неторопливо все выглядит. Сейчас я все-таки выйду на аппарат. Стоп, проскочил. Проскочил. Вы видите, вот так называемый домик. Это подшитая брюшина кверху для того, чтобы… Мы называем этот этап формирования домика. Вот эта вот брюшина, которая так вот стоит кверху. Ну, сразу, чтобы интригу не терять, это операция, которую делал у нас обжат правоист. Проверка пальцем, отступили от опухоли или нет, промывание просвета кишки. Значит, сразу, вот тоже, мы не проговорили с Арсеном Асмановичем. В тазу, неважно каком, широком, узком, если вы выполняете тотальную мезоректомактомию и пересекаете кишку на месте нижнего полярного отдела прямой кишки, не надо даже пробовать использовать 60-мм кассету. 45-я кассета – наше всё. Вот средний полярный отдел, верхний полярный отдел, здесь можно 60-кой за один выстрел стрелять. Да, Арсен Асманович? В тазу 60-кой не пользуйтесь, потому что не получится. Вот эти медленные движения, почему они были такими медленными? Это вытаскивался опор. Захват только за брюшину, не хватать за жир. Поскольку если вы будете хватать ниже брюшины, вы можете порвать мезоректальную фасцию своими инструментами, потом морфолог вам скажет, что качество плохое. Обратите внимание, заводится подконтрольное зрение сбоку аппарат, который проходит, он уже согнут. И дальше идёт ротация. Вам нужно ротировать с тем, чтобы браншу направить сверху вниз. Опять ассистент вытягивает кишку из таза, хирург дополнит свою тракцию за переходную складку брюшины, и ассистент шариком приподнимает, ну в данном случае это мужской таз, приподнимает все мазочащие протоки. Спешки никакой. Спокойно, выше, ниже, прицелиться, положить, никуда не спешить. Пережали. Обратите внимание на направление движения бранша. Не понравилось что-то. Открыли. Открыли аппарат. Опустили. Согнули. И ротация рукой. Ротация в положении... Видите? Аппарат согнут. Но он не даёт 90 градусов поворот. И дальше нужно провести ротацию. Пустите его сверху вниз. Вот это видео... Я часто просматриваю видео и Абжада, и Арсена, и всех, кто есть в сети. И каждый раз, когда идёт какое-то уведомление о том, что есть вебинар, я стараюсь смотреть. У меня редко получается смотреть его онлайн, потому что очень много работы. Но в вечернее время, когда видео доступны... Обратите внимание, вот прошу этот домик, да, и направление аппарата. Тут видно, что практически он в вертикальное положение уходит. Это принципиально важно. Это очень важно. Поскольку если будете стрелять слева, не будете делать разворот, то линия пересечения кишки будет косой. Вот. Первый выстрел. И в идеале, чтобы был второй выстрел. И вот уже потом циркулярным аппаратом брать в шов линию стыка. Иногда, вот я согласен с Арсеном Смановичем, иногда, к сожалению, там и 3, и 4 выстрела бывает. Есть литературные данные, которые говорят о том, что чем больше количество выстрелов, тем выше частота швов не состоит из швов. Такие данные есть. Идеальный вариант – это 2 кассеты. И вот то, о чем Арсеном Сманович говорил, вот тоже направление. Видите, такое, типа, купола, домика, чтобы потом туда степлер опустить. Это идеальный вариант. Но он не всегда получается. Потому что здесь, если вы обратите внимание, опухоль находится выше переходной складки брюшины. Поэтому необходимости в пересечении кишки именно на уровне пуборектальной петли у нас нет. Можно спокойно оставить эту хирургическую шею достаточно длинной. Потому что наша задача – 5 сантиметров по мазоректальной клетчатке получить. И обратите внимание, никакой спешки, никуда никто не спешит. Выцеливает. Он выцеливает положение аппарата таким образом, чтобы положить его… Пусть он будет долго позиционировать, но положить его таким образом, чтобы потом не было никаких неожиданностей. Вот мне с моим темпераментом не всегда хватает упорства с тем, чтобы вот так позиционировать аппарат. Кажется, что это медленно. Это медленно, но эффективно. Вот я почему-то так. Может быть, я слишком идеализирую своего учителя. Может быть. Но вот у меня абсолютно не раздражает скорость его работы. Меня все время восхищает качество его работы. Вот прям готов подписаться под каждым твоим словом. У нас есть наш общий друг. Фамилию не буду называть. Вы его все узнаете. Между собой мы его называем «Скорострел». Вот тот все как не выложит видео. Так говорит, 40 секунд операции. Час того. Или вот там надпочечник 15 минут. Если что-то на нас смотрит и про себя услышит, то и не понравится. Да. Ну, в общем, это такая вот классика жанра. Прекрасное видео. Но при этом это мужской таз. Это после химии лучевой терапии. То есть это не самый простой. Да. Да. Ну, единственное, что здесь парциальная мезоректомектомия. И, в общем, пересечение не так низко. Вы об этом сказали. Нет. Это все-таки тотальная. Но, понимаете, есть тотальная. Есть очень тотальная. Есть супер тотальная. Есть чрезвычайно тотальная. Понимаете, здесь тоже терминологических неточностей очень много. Где границы между парциальной и тотальной мезоректомектомией? Нет такой границы. Что такое интерсфинкторная изекция? Нет, Алексей Михайлович. Я спрошу аудиторию. Не вводите, так сказать, не вводите в заблуждение. Тотальная и парциальная – это совершенно две четкие дефиниции. Они отличаются и известно чем. Чем? Посмотрите, пожалуйста. Здесь мышцы таза одна, с одной и другой стороны галины. Вся клетчатка с них снята. Да. Мы просто говорим здесь о длине кишечной шеи. То есть анатомически понятно, что мезоректом может быть весь забран, но пересеченная кишка может быть выше и внизу. Да. Поэтому я к чему говорю? Здесь очень много терминологических неточностей. Часто бывает так, что мы спорим о чем-то, вкладывая ошибка, причина спора просто в том, что мы терминологически по-разному называем вещи. Поэтому в эту тему лучше не уходить, я говорю о технике. И я не знаю, насколько будет уместно сейчас показывать видео обучающие, но мне кажется, это было бы логично. Я бы хотел показать, если не будет возражать аудитория, это видео обучающее. Это то, что я взял в свое время, в каком году мы были? В 2011 по-моему или в 2012 в Портмуте. Это видео делал… Но, к сожалению, со звуком… В этом видео я не знаю, как его отключить здесь. Но музыка здесь тоже неплохо… Сейчас открою… Веселое видео… Да, но если я отключаю звук, то, к сожалению, и меня не слышно. Поэтому, ну уж, помучитесь, послушайте в оригинале это дело. Это Данила Мискович… В этом видео мы презентимы стандартная лапароскопическая технике о чем-то миссерекционной вскрытии. В этом видео мы презентимы Портом, который мы поднимаем стандартную лапароскопическую позицию и портмутный пересекционную лапароскопическую позицию. В конце концов, мы презентимы клинические результаты от Портсмута. Почтение в Ллойд-Давис, Литрон-Даленберге. Мы используем бакуум бакуум бакуум, и избавляемый шоколад или шоколад, чтобы избежать нервы. Объединение датогаум бакуум бакуума. В увидите, его понятия на университете, и изменяясь слабее бесстой, Бămно-дапűтен pickle волосы, подвяьяном голове. И они окилены на düşеменью поднамене продажа. the left hand of the surgeon for the right hand we place another 10 to 12 millimeter port three centimeter medial to the anterior superior iliac spine support in the right upper quadrant can be useful for the splenic flexure mobilization the medial to lateral approach begins with the incision of the peritoneum the identification of the inferior mesenteric artery and finally transaction of the ima using hemolog clips we then aim to develop the medial to lateral plane without breaking through uh me is the can be reached by lifting the rectum with the left hand you can be reached by lifting electric with the left hand you can be raised by lifting the rectum with the left hand the steering plane is developed as low as possible or something that's not a little bit of a little bit of a second okay Окей. В целом, как бы все понятно, да, красивое видео, и, кстати, выложите его на своем канале YouTube, мы его оттуда будем смотреть. Дело в том, что это не мое видео, и я без разрешения-то не могу выкладывать его, поэтому... Оно же вроде как обучающее видео. Ну, я напишу Данила и Амжату, если они не будут выложать, я выложу. Если авторские права не будут нарушены, то... Потому что тяжелое видео размещать на своем канале как-то не очень камильфо, но спрошу. Вы знаете, это я думаю, что очень камильфо, и все будут только счастливы и скажут вам спасибо большое. Я спрошу, если они будут не против, то я выложу. Ну, отлично, хорошо. Так, ну и коллеги, Алексей Михайлович, ну что, включим тогда, вот у нас есть видео, тоже как раз-таки этап пересечения кишки, работа в малом тазу, то, что нам прислали. Давайте мы его включим, и, соответственно, как раз-таки посмотрим на все вот эти вот моменты последовательного пересечения кишки. Сейчас я постараюсь сделать, сейчас здесь сделаю демонстрацию экрана. Надеюсь, видно. Надеюсь, видно. Значит, коллеги, нам прислали это видео, соответственно, мы не знаем подробностей, но у нас просто есть вот это видео. Операция по поводу рака прямой кишки, судя по всему, выполняется. Ну, наверное, тотальная мезоректометомия. Опять-таки, у нас нет диагноза, у нас нет каких-то данных клинических. Вот, у нас есть только вот это, соответственно, видеофрагмент. И вот здесь произведена определенная мобилизация по задней полуокружности. Сейчас эта мобилизация продолжается. Значит, я хочу обратить внимание на какие вещи. Видео, оно, в принципе, может быть белой хирургии, может быть красной хирургии. Собственно говоря, если не получается сделать это там без крона в слоях, это абсолютно никакая не проблема. Можно это сделать, так сказать, с каким-то там небольшим, может быть, и подкравленным. Но что нужно помнить и всегда знать, что если вы работаете в слоях, то кровотечение и кровопотеря у вас будет минимальна. Если вас начинает подкравливать в момент мобилизации, значит, вы вышли либо в сторону мезоректальной клетчатки, либо вы выходите экстрафасциально. И в любом случае надо стараться стремиться оперировать так, чтобы вы видели слой. Когда вы работаете в тканях и эти ткани, соответственно, не дифференцируются четко, а вы просто используете инструмент высокой энергии и пересекаете ткани, то это не самый лучший способ мобилизации. Обращаю внимание вот здесь на клетчатку мезоректальную, вы видите, как она выглядит. Опять-таки, с точки зрения не критики, а с точки зрения стремления к лучшему результату. Фасция на препарате, она должна быть сохранена. Мы знаем разной степени, так сказать, градации оценки макропрепарата. Грейд 1, грейд 2, грейд 3. Знаем классификацию. Нужно стремиться всегда к грейд 3. Во всяком случае, если не грейд 3, то хотя бы грейд 2, если получается. То есть хорошее и удовлетворительное качество. Почему это важно? Потому что от этого зависят онкологические результаты, от этого зависит частота рецидивов, от этого зависит частота метастазов. От качества препаратов очень многое зависит. И когда вы производите мезоректомектомию, двигаться в эмбриональных слоях, стараться видеть эти слои и осознанно производить мобилизацию, это очень важно. Сейчас вот здесь, на этом этапе уже, соответственно, процесс именно подготовки площадки для анастолмоза идет. Но сама кишка, вы видите, она, собственно говоря, выглядит, будем так говорить, не совсем так, как ее хотелось бы видеть. Здесь еще, может быть, одна причина, кроме того, что сама по себе работа не совсем в слоях. Ну, во-первых, еще раз обращаю внимание, работа в слоях – очень важный момент. Эмбриональные слои, вы должны видеть их. Если вы их не видите, значит, сделайте все для того, чтобы вы их видели. Значит, либо у вас камера плохо показывает, либо вы не так порты расставили, либо вы не так стоите. Но если вы будете следовать стандартам расстановки портов и, соответственно, этапам операции, о которых мы говорим здесь, которые подаются точно так же нашими менторами, то вам будет все прекрасно видно. Если вы не дифференцируете слои, не делайте мобилизацию, не проводите ее, потому что у вас есть высокий риск уйти не в то пространство, повредить фастальные футляры, соответственно, тем самым ухудшить результаты. Соответственно, причина еще вот такого вот препарата, может быть, кроме того, что работа не очень правильная в эмбриональных слоях, может быть, еще то, что используется граспер достаточно жесткий. Не мягкий зажим, который рекомендовано использовать, чтобы не надрывать фасцию брюжейки либо саму кишку, а здесь используется достаточно жесткий граспер, сейчас его не видно, но его было видно до этого, который сам по себе может надрывать фасцию. Вот. Ну, вы видите, вот здесь небольшие надрывы, это, в принципе, бывает, как бы ничего себе в этом страшного нету, но мезоректальная клетчатка, она всем, в общем-то, так достаточно серьезно повреждена, и одной из причин может быть и использование не того граспера. Поэтому это тоже очень важно. Использовать мягкие зажимы, только мягкие зажимы, для мобилизации прямой кишки, для захвата тканей, для тракции. Это убережет вас от излишних надрывов, от подкравливания, и от ненужного, так сказать, кровотечения, которое вот закроет вам сразу, спутает все слои, и вы уже не будете знать, куда дальше производить и как дальше производить мобилизацию. Поэтому инструментарий, но самую роль играет. Вот в данном случае использован надлобковый доступ, надлобковый доступ, откуда заводится, соответственно, эшелон и накладывается на предварительно, на зону пересечения кишки. Должен сказать, что здесь, что я вот вижу до сих пор, что площадка для пересечения кишки, она не очень хорошо подготовлена. То есть там нет такой четкой скелетизированной площадки, на которую вы положили бы аппарат. Второй момент. Большая матка нависает, закрывает, как-то создает сложности определенные и тоже закрывает поле зрения. Ну, мы уж не говорим про то, что здесь подкравливает, и это тоже затрудняет. Это уже просто следствие той мобилизации, которая была произведена. Конечно, желательно достичь гемостаза для того, чтобы у вас операционное поле по возможности было чистым, для того, чтобы вы отслеживали все анатомические структуры. Сейчас здесь тоже нет никакой визуализации. Достаточно сложно что-то увидеть. Камера показывает нам заднюю стенку матки, заднюю часть матки. Соответственно, она показывает сверху вниз. И сложно что-то увидеть. Я так понимаю, сейчас происходит пальцевой осмотр. с тем, чтобы определить высоту, примерно зоны мобилизации и зону, где будет пересекаться кишка. Опять-таки, плохо видно. Сложно. Сложно видеть, потому что часть аппарата ее просто не видно. Производится работа немножко в таком вот слепом режиме, что вы тоже не приветствуюсь. То есть вы всегда должны все видеть. Четкий визуальный контроль должен присутствовать во всем. Эти постулаты, которые еще Билл Хилт озвучивал, они в целом остаются актуальными и будут актуальными всегда. Мобилизация, манипуляция под прямым визуальным контролем. Визуальный контроль, он должен присутствовать на всех этапах операции. Как только вы отходите от этого правила, как только вы что-то начинаете делать слепое, вы сразу же попадаете на определенный риск, что вы повредите другой орган, пересечете не там. Соответственно, можете сделать какой-нибудь дефект в соседнем органе и так далее. Здесь нету тракции кишки адекватной. Сейчас вот произведен первый этап. Пересечение, к сожалению, в условиях плохой видимости. Тракция кишки. И мы видим, что площадка, она не полностью скелетизирована. И поэтому возникает сложность с тем, что куда установить дальше для повторного пересечения аппарата. Я хочу сказать, что здесь можно говорить, чего есть, чего нет. Но я призываю к тому, чтобы все-таки, ребята, стандартизовать хирургию. Поскольку ассистент сейчас, если вы матку прошьете и подстянете к передней мышечной стенке или специальный держатель используете, неважно что, освободится левая рука ассистента. Арсен Анатольевич абсолютно верно говорит, что нет тракции. Если вот эта левая рука ассистента, которая сейчас держит матку, ухватит здесь за брюшину и вытянет кишку на себя из таза, хирургу станет настолько легче, что он прямо выдохнет. А если хирург при этом еще левой рукой возьмет за складку брюшина, здесь, к сожалению, разорвана безвитальная фасция в клочья, ну если он возьмет и будет себя направлять кишку не только вытаскивать, но и позиционировать правильно, то ему станет еще легче. И еще чрезвычайно важно, где был установлен порт. Поскольку если вы точку введения порта при выполнении тотальной изолектомектомии сместите буквально на 2 см выше, вам будет работать тысячекратно сложнее. Поэтому вот эти мелкие детали, начиная от расстановки порта до детальной работы каждого члена бригады, без них ничего не получится. То есть видите, получается так, что первый выстав уже сделан, а сама мезоректомектомия еще не завершена. Следовательно, вот эта клетчатка, которую сейчас хирург пересекает, она же и мешала ему вытянуть препарат с тем, чтобы нормально посадить стептер. Поэтому у меня очень важно, вот мне кажется, я сейчас обращаюсь и к Юлию Кондратьевну, и к другим представителям, и к вам, ребята, которые смотрят. Пожалуйста, если вы присылаете свои видео, будет очень здорово, если вы будете в эфире вместе с нами. Не надо стесняться. В конце концов мы вас можем вывести, если вы не хотите, чтобы ваше имя было, можем вывести просто там хирург, без вашей картинки, но с вашим голосом. Потому что очень важный прямой контакт. Иначе получается так, что мы как бы критикуем, а может быть мы чего-то не знаем, каких-то нюансов, вы бы нам прокомментировали. Но мне кажется, прежде чем пересекать кишку, все должно быть по этапам. Мобилизация, выполнение мезороктомоктомии, оголение шеи, пересечение. Если мы начинаем мешать это, скажи, Расанна Смаревич, то это получается методологически неверная операция, она не будет красивой. Ну, по определению быть не может. Абсолютно. Один из участников поднял руку. Да, пожалуйста, можно его включить? Давайте мы соединим. Да. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Алексей Михайлович, это видео мы представили. У оценки был верхний ампулярный рак прямой кишки. Вы здесь говорите, пожалуйста, вот вы когда представляли видео, у вас есть какие-то конкретные вопросы? У вас что-то не получилось? Ну, да, сложность была как раз вот те моменты, которые вы отметили, они и были. То есть кишечную шею для пересечения, учитывая такую массивную жировую клетчатку, до наложения аппарата было сложно выделить. И в итоге нам пришлось использовать три кассеты в последующем. Боксинг с тремя кассетами. Иногда их и четыре можно использовать. Да, да, да. Видите, что получается? Что когда вы работаете, у вас нет тракции. Это основное. Нет тракции, нет контртракции, ни один хирург в таких условиях нормально не сделает. У вас ассистент сейчас чем занят? Видите, где инструмент ассистента? Иван, пока. У нас ассистент и камерамен в одном лице. Тогда, вот мое мнение, даже не делайте так. Я бы хочу сказать, что я не смогу сделать ТМЕ вдвоем с камераменом, если он будет и камерамен, и ассистент. Я не смогу. Я знаю, что многие делают так. Я не знаю методики, которые позволяют делать это вдвоем. Но я и не владею. На этом мне надо этому учиться. Давайте как-то немножко к реалиям постараемся быть поближе. Абсолютно верно, Алексей Михайлович, говорит, желательно операции делать втроем. Ну, мы понимаем, что бывает сложно. В регионах не всегда там хватает ассистентов или там поток большой и так далее, и так далее. Вы делаете вдвоем. Даже если вы делаете вдвоем, вот в данной ситуации, вам же ничто не мешало подшить матку, да, Дмитрий? Вы просто с самого начала бы создали условия, которые... Да, это когда мы начинали мобилизацию, вроде она не мешала, а уже потом, когда ушли в таз, ну, хорошая мысля, она приходит. Дим, она нормально приходит, потому что, если вы будете повторять одни и те же действия каждый раз, вот даже если матка вам не мешает, но по протоколу вы должны ее прошить, прошивайте ее. И когда у вас вот эта операция станет рутинно, стандартной, ну, просто вот до автоматизма доведенной, ну, тогда, наверное, можно себе позволить какие-то вольности, но, честно говоря, мы себе их не позволяем, мы делаем. Надо положить салфетку, кладем. Да, нам не нужна уже эта салфетка, я и так, ну, я понимаю, но я ее кладу. Просто из принципа авиации. Вот садится пилот, опытнейший, за штурвал самолетов, он все равно проходит вот этот протокол безопасности. Тумблер один налево, тумблер два направо, там продуть то, продуть те, они прям по бумажке это делают. Мы должны делать то же самое. Вот мое убеждение... И согласен с вами, Алексей Михайлович, полностью. Исправляемся. Не, не, здесь самое главное, чтобы вы хотели исправиться. Потому что, ну, и улучшить качество. Потому что учить того, кто не хочет учиться, бесполезно. Наше видео, когда мы начинали, оно было хуже, я вам сразу это чувствую, гораздо хуже. Но просто мы потом увидели вот эту команду Амжада, начали исследовать, начали приглашать их, отправлять видео, получать обратную связь, и мы старались улучшить. Если вы пойдете тем же путем, у вас все получится. Вот из того, что видим сейчас, вот Арсен Сманович меня дополнит, прошить матку, чтобы освободить руку ассистента, ассистент должен насуществлять тракцию кишки из малого таза, и ваша рука тогда вам будет нужна не для тракции, а для того, чтобы правильно позиционировать кишку. И вам уже станет легче. А если вы найдете каким-то образом возможность, и все-таки три человека будет в бригаде, тогда у вас будет двурукий камерамент, который сможет еще и угол зрения камера менять. Он еще сможет вам и показать правильно. И ассистент сможет работать, ну, у нас он на одной руку работает, но вот Арсен Сманович говорит, что можно поставить два порта и двумя руками работать. Ну, в сложной ситуации можно два порта поставить. Вам легче будет. Про реальность, о которой Арсен Сманович говорит. Ну, я же, я родился в Санкт-Петербурге, я вырос не на Невском проспекте. Я прекрасно понимаю, что и аппараты многоразовые, инструментов нет, и стойки там, не самых, куча всего. Но мы сейчас обсуждаем не экономическое положение, мы же обсуждаем, как сделать красивую операцию. Так, как надо делать, да. Поэтому это не упрек, не попытка каким-то образом задеть, а все прекрасно понимаю. Когда сейчас Юра Пилипас, доктор, ушел в другое учреждение, и он столкнулся с проблемой, что не может ассистентов найти. Может, там, оказывается, клинических ассистентов нет вообще. У них 6-6-6-7-8 отделения, где работают там пять хирургов, и друг другу ассистируют, и вдвоем идут на огромные операции. И они к этому привыкли, так работают. А Юра не привык. И вообще, ему сейчас надо перестраиваться. Это другая история. Это история про то, как надо пристроиться. Мне бы хотелось, чтобы на вебинарах мы говорили о том, как надо делать. Да, здесь, здесь на самом деле... Поэтому это видео отправили, потому что понимали, что... Не, вы очень правильно сделали, Дима, и очень большие молодцы, что вы представили видео. А вот после того, что вы в эфире сейчас, скажите, пожалуйста, а вам было полезно вот этот разбор, который мы делали до разбора уже видео? Вы для себя там... Абсолютно. Я же... Я надеялся, что наши видео все покажут. Это было еще на предыдущем вебинаре. И вот сегодня показали, и, ну, конечно, и приятно в то же время, и в то же время мы видим... Нам с Арсеном Османовичем и всей команде Джонсона чрезвычайно важно понимать, вот то, что мы показываем, делаем и говорим, это интересно или неинтересно? Это очень интересно и полезно. И как раз вот этот режим раз в две, в три недели, он такой идеальный, что можно... Приятно слышать. Тогда будем продолжать. Да, Юль? Да. Хорошо. Вы слышали, с какой интонацией тогда было произнесено, Дмитрий? Да, слышал. Это ваше, да. Это не наше, правда. Ну, хочу сказать, что мы здесь сформировали потом анастомоз, я не знаю, там видео-то продолжится, нет, и протективную илиостому вывели, через две недели закрыли, ну, пациентки благополучно и гистологически в лимфоузлах онкоклеток нет, слава Богу. Смотрите, на самом деле здесь вопрос даже не в этом, Дима. Вопрос здесь в том, что у вас могла оказаться опухоль Т1, могла оказаться Т3, неважно. Но вы же должны, как бы, как и мы все, стремимся к тому, чтобы соблюдать онкологические принципы, к тому, чтобы работать в слоях, к тому, чтобы клетчатку сохранять, чтобы не было вот такой вот... Энтериозная хирургия, да, или препарация хирургии. Да, вот вы... Просто дело в том, что с самого начала нужно преследовать именно эти принципы. Работая вдвоем, собственно говоря, понятно, что вдвоем люди тоже работают. Вы с самого начала себе можете обеспечить хорошую экспозицию тканей, использовать мягкие зажимы, подшить матку, расставить акцент, ассистент, который вам показывает, камерамэн, он может создавать тракцию кишки, работая левой рукой. Да, ему сложнее будет, ему нужно правой рукой держать камеру, левой рукой ему там надо кишку тащить, но в целом это вопрос обучения. Это тоже можно сделать, хотя и тяжелее вдвоем. Здесь просто, вот то, что мы видим, здесь абсолютно отсутствует тракция. Абсолютно. То есть такое ощущение, что вы сами один, в одиночку работаете, делаете всю операцию. А поверьте, на один пункт, одному, любому, даже с высокой степени мастерства хирургу, будет непросто работать, так, как вы работаете сейчас. Поверьте, это действительно так. Поэтому тракция, фиксация брюшины, матки и очень важно еще раз, тракция, тракция и тракция, работа под визуальным контролем. У нас здесь, кстати, Арсен, вопрос, с какого города видео является ли это онкологическим стационаром. Я не знаю, если Дмитрий хочет, скажет, на самом деле это абсолютно непринципиально, поскольку здесь выкладывается видео тех, у кого есть какие-то ошибки, есть какие-то проблемы, я не думаю, что надо каким-то образом за это дело хлистать. У нас идет образование с обучением. Если Дмитрий хочет, скажет, не хочет, не надо. По поводу чего выполняется операция? Она же выполняется не по поводу, не знаю, дивертикулеза или еще чего-то. Это онкология. В онкологии, соответственно, кто бы это ни делал, это может быть общий хирург, может быть коллапрактолог, может быть онколог. В принципе, должны быть одни и те же. Мы следуем им. Понимаете, мы об этом с Алексеем Михайловичем говорим все время, что нужно следовать эмбрионально ориентированной хирургии. Если человек берется за лечение этой болезни, за хирургическое лечение этой болезни. Понятно. Я не думаю, что не об этом. О том, что у нас сейчас акценты не на этом расставлены, а акценты расставлены на том, каким образом технически помочь. И вот мне кажется, из того, что вот здесь мы видим, но понятно, что, ну, к сожалению, разорвали фасцию, понятно. Но это следствие того, что, а, на мой взгляд, работают вдвоем и каждому трудно, б, он не получает помощь от ассистента, он вынужден самостоятельно решать очень непростую задачу, а это сделать без помощи невозможно, С, на мой взгляд, техническая ошибка в виде того, что не подвязали матку, ассистент недостаточно помогает хирургу, один раз ушли слоя, и потом уже в него очень трудно попасть. Если один раз промахнулся, потом найти слоя очень сложно. Особенно, когда он абибируется кровью. Визуализация теряется, камера не так хорошо показывает. Поэтому мне кажется, что, вот, ребята, я ко всем обращаюсь, к Дмитрию тоже, если вы будете продолжать свою активность в виде отсылания видео для разбора, было бы очень здорово, если бы вы выделили, на каких этапах была сложность и сопроводили вопросы. Нам бы с Арсеном Смановичем было бы проще подготовиться к разбору, чтобы мы, во-первых, вам сказали то, что мы говорим, и мы могли бы каждый этап включить свое видео и показать. Вот смотрите, как у нас тракция идет. И прямо вам не на пальцах, а вживую показать, как может осуществляться тракция, если ее правильно сделать. Если бы мы сейчас включили видео, как выглядит этот этап с подшитой маткой и со системой, которая делает нужную тракцию, вы бы сразу поняли, что вы получите, если вы измените свой подход. Я вот о чем говорю. Дмитрий, вы меня поняли или я очень сумбурно? Да, все понятно, конечно. Есть ситуации, когда мы матку сразу подшиваем, но вот здесь вроде не мешало вначале. Делали, делали, после дошли и уже... Вопрос у меня сразу, Дмитрий. Вот вы сейчас используете диссектор для захвата кишки, если я не ошибаюсь. А сейчас у вас, вот видите, крокодил какой. То есть эти инструменты надо просто убрать в сторону и взять мягкие зажимы. Ну, если их нет, заказать, купить, потому что, вот видите, вот сейчас у вас опять диссектор. То есть один захват диссектором фасции она сразу же надрывает. Один захват диссектором стимки кишки сразу же диссироваться. Вы просто не можете даже осуществить нормальную тракцию, которую вам необходимо, используя эти инструменты. Потому что у вас будет надрываться кишка. А вам нужно хорошее натяжение, когда вы производите мобилизацию. И чтобы сделать хорошее натяжение, надо использовать мягкие зажимы. Понимаете, как все друг с другом связано? Это на самом деле все эти факторы не играют большой урок. Поэтому инструменты должны быть соответствующими. В таких условиях, поверьте, любому хирургу будет тяжело работать. Вот дайте мне сегодня Илья Алексею Михайловичу тоже диссектор и граспер и скажите нам сделать идеальный ТМЕ. Да не сможем мы и никто из нас сделать идеальный ТМЕ. Потому что мы не сможем даже манипулировать кишкой. Поэтому есть очень много моментов, которые вам помогут в этом. В первую очередь оснащение и спаянных фотостенок. Это вроде бы мелочи. Вот вы сейчас левой рукой держите граспера, кишку. Его длина там 20 метров этого граспера. Когда вы делаете ТМЕ и вам нужно делать контртракцию этим граспером, он настолько короткий, что он не позволит вам даже печатку поднять. Вам надо взять инструмент с более длинными браншами. Вам самому будет легче. Я понимаю, что его может не быть физически. Ну, понятно. Если так, то возьмите салфетку, вот эту трундочку, которая засовывается в брюшную полость, захватите ее браншами, чтобы увеличить площадь. И вам станет легче. И насчет методологии. Вот сейчас, видите, получается как, что вы вроде бы уже и хирургическую шею пересекли, а вдруг сейчас мы видим, что у вас латромедиальная мобилизация не завершена. И получается так, что вы здесь не доделали, потом там не доделали, здесь, там. И вот это вот отсутствие методологичности, оно вносит раскач. И мне кажется, что если вот в голове четко уложить последовательность выполнения этапов и каждый из них доводить до конца, то это проще, это легче. Это и концентрация, это и создание себе поля, и расстановка. Она идеологически, что ли, по-другому будет выглядеть. Вот смотрите, вот в этой ситуации что можно было сделать? Ассистент кишко, а не исходящее, точно так же, как вы ее оттягиваете, он захватывает и тоже оттягивает в медиальную сторону. У вас лучше открывается поле зрения, лучшая, соответственно, тракция, контртракция, и вы прекрасно видите край, свободный край. Есть такое понятие, как свободный край. Вот видите, вот здесь прошли выше, а ниже у вас недомобилизованы. То есть должен быть свободный край, от которого вы движетесь дальше. То есть не то, что вы сначала здесь помобилизовали, потом переместились в другом месте помобилизовали, потом между этими местами мобилизацию делаете, у вас должно быть четкое движение от вас дальше, так сказать, в сторону от вас. Для этого нисходящая кишка, она должна хорошо отодвигаться медиально. То есть одним зажимом, может, это не получится. Вы захватываете зажимом, который ближе к вашему инструменту, ассистент захватывает другим зажимом, и вы двумя зажимами оттягиваете нисходящую кишку в правую сторону. У вас получается совершенно удобная тракция, открывается все операционное поле, и вы, соответственно, под визуальным контролем производите мобилизаторство. Принцип, еще раз, визуальный контроль и нормальная тракция, и хорошие инструменты. Вот тогда у вас будет получаться так, как вы это хотите. Потому что ничего нового, мы просто этим пользуемся, это реально работает. Как говорит Амжат Парвейс, if it looks good, it works. если это выглядит красиво, это работает. Поэтому просто создайте себе условия, и все будет прекрасно работать. Но у нас уже по времени сейчас 13 часов, мы, честно, два часа отработали. Как говорит Юрий Гайцев, во сколько бы мы ни начали, закончим мы всегда вовремя. Да. Я к чему хочу сказать, что вот обращаюсь к Дмитрию и другим ребятам, что сейчас идет огромное количество вебинаров, в том числе онлайн-живой хирургии. Чем хороши эти вебинары, какая бы компания ни организовала, что это не монтированное видео, это не идеально, это случай из реальной практики, где есть вопросы-ответы, где есть комментарии. Зайдите, пожалуйста, вот Дмитрий, на эти вебинары, когда у вас будет время, возможность, особенно в вечернее время. Жены это очень любят, когда вы не с ними болтаете, а какие-то свои эти красные мультики смотрите, ну в кавычках любят. И посмотрите, вот свои вебинары я выкладываю, как правило, либо у себя на сайте информация, карачун.сбб.ру, потому что не все правообладателем являются компании, поэтому не всегда можно на YouTube-канале разместить. Поэтому ссылки на их образовательные, там есть, понятно, и Джонсон Джонсон проводит, и Митроник проводит, и Олимпус проводит, и БиБраун проводит, куча всего. И посмотрите любые из них. Вот именно живую хирургию записано. У меня на сайте, в разделе «Коллеги», там есть все «Белые ночи», какие только мы проводили, с лекциями, с операциями Амжада Парвези, Джима Хана, и Юпа Кноли, и по-моему, даже Ольга Кнолич, там что-то у нас оперировал или нет. Посмотрите их еще раз, пожалуйста. Ну, серьезно, это не потому, что нужно рейтинг поднять. Просто там собрано это все сделано. Там расписано, что, где, как, и вопросы, которые вы нам задаете, это вопросы, которые с года в год повторяются, с ограницерствами. Это одни и те же вопросы, на которые даются, по сути, одни и те же ответы. Все это уже есть, надо посмотреть. Вот, ну, а мы в этих вебинарах постараемся еще раз помочь. Арсен Смальч, если что-то добавишь, буду рад. Да, конечно. Значит, что я хочу сказать? Я думаю, что вот этот момент, даже вот того же самого видео, о котором мы сейчас посмотрели и поговорили, но он крайне важен, крайне важен. Мы проводим, соответственно, вот эти все мероприятия. Нам очень важно, чтобы вы получали от этого пользу. Безусловно, когда мы разбираем ваше видео, мы даем максимум, который мы можем вам дать именно конкретно вот в каждом конкретном случае. Поэтому, коллеги, спасибо, что вы присылаете, и мы призываем дальше вас присылать и точно так же обсуждать, потому что, ну, все прекрасно понимают, что можно много раз, смотреть это и действительно надо смотреть, и это помогает, и это ускоряет процесс обучения и кривое обучение. Это действительно нужно. Об этом все говорят. Мы говорим, мы сами смотрим свое видео, не свое видео. Но когда вы начинаете на практике это использовать, вы начинаете невольно вспоминать и говорить, а как же это было там, что-то вот, а у меня почему-то получается по-другому. Когда вы показываете нам свое видео, мы эти вещи акцентируем вам объективно со стороны, вам легче становится понять, потому что вы можете, ну, как бы сути какой-то конкретной, может быть, и не уловить из-за того, что каждый из нас субъективен. Я сам это проходил, я прекрасно это помню сам тоже. Когда я видел много, вам рада пару ездить, все красиво, все сам, и у меня так не получалось, и я каждый раз там смотрел какие-то участки и пытался понять, а почему у меня не так получается. И когда он приходил в операционную и говорил, вот здесь у меня ты поставишь сюда один порт еще, и он потянет, тебе станет легче, и реально мы это делали, и понимали, что действительно надо было делать так. Но самим догадаться было сложно. Вот эти все обсуждения и разбора именно ваших уже результатов, они безусловно оказывают, ну мы так надеемся, максимальный эффект, поэтому коллеги, присылайте, давайте смотреть и говорить, мы в свою очередь вам со своей стороны дальше будем показывать и говорить, и обсуждать наши кистики, не самые простые в том числе, потому что сложности бывают у всех. Но что вы можете сделать? Вы можете облегчить сами себе жизнь. А мы вам поможем в этом. А дальше уже сложные случаи, они никуда не денутся, они будут сложными для всех, и для нас, и для вас. Но простые случаи, стандартные случаи нужно вывести на определенный плато, то есть у вас должно быть некая методологическая основа, как вы делаете эти операции, чтобы не из шараха, не из стороны в сторону, а последовательно. Алексей Михайлович об этом говорил, я еще раз говорю, потому что повторение мать учения, степ-бай-степ, вы сначала делаете один этап, потом делаете другой этап, потом третий этап, и как вы это все сопровождаете, какими тракциями, какими контртракциями, какими расположениями, и обязательно визуальный контроль. Очень важно. Как только начнете двигаться методологически, вам сразу станет легче и проще осваивать. Арсен Семенович, Женя Ким передает нам огромный привет с Сахалина. Да, я ему тоже. Сначала я, потом ты, или наоборот, не помню. Но, ребята, кстати, на Сахалине, я прилетел, я был поражен. Ну, гостеприимство понятно, но, насколько там молодой, сплоченный, активный коллектив, и оснащение обалденное, я Южно-Сахалинского этого не ожидал. И ребята там очень такие, ну, просто великолепные. Я с огромной удобностью вспоминаю. Очень приятно впечатлен был, то же самое, да, очень приятно впечатлен. Мы с тобой в разное время были, но впечатления, я так понимаю, одинаковые. Вот, ребята, присылайте видео, только единственное, по возможности. Вы поймите, очень трудно комментировать два часа. Вот, если вы присылаете немонтированное видео два часа, само видео два часа, плюс наши комментарии, ну, мы не сможем этого сделать. Если на каких-то этапах у вас возникают сложности, пожалуйста, отправьте нам этот этап. Если можно, несколько сопроводительных вопросов. Мы подготовимся и разберем, используем своего видео или каких-то там, подберем, в любом случае, материалы какие-то, которые позволят вам улучшить результаты. Мне кажется, так будет более интересно. И будьте готовы, так же, как Дмитрий, выйти в эфир. Я еще раз говорю, что можете выйти в эфир под своим именем и фамилией, под ником любым, нонейм, как угодно. Наша задача улучшить технику. Поэтому призываю не стесняться. В общем, мы такие же, как вы. У нас осталось, есть еще одно видео, которое мы хотим разобрать, но сегодня мы его не успеваем. Собственно говоря, мы по призыву Алексея Михайловича и не гонимся за исполнением программы в определенное время. Поэтому делаем так, как делаем. Соответственно, мы это видео, разбор этого видео перенесем на следующий раз. и я просто обращаюсь сейчас, наверное, к автору этого видео, что мы обязательно его прокомментируем, обязательно поговорим, покажем, потому что мы его просмотрели, и, ну, как бы там есть о чем поговорить. И вы будьте уверены, что в следующем эфире это видео обязательно прозвучит, и мы его обсудим. Вот. Ну, наверное, тогда пора завершать наше сегодняшнее мероприятие. Да, да. Спасибо большое. Юля скажет что-нибудь? Юль, вы что-то прокомментируете или мы с РСР? Я единственное, да, хотела добавить, что, уважаемые участники, вы можете присылать немонтированные видео, мы готовы смонтировать их сами, но укажите, пожалуйста, временной отрезок, который необходимо разобрать, и ваш вопрос и комментарий. То есть мы готовы какую-то техническую часть взять на себя. Спасибо, очень важный комментарий. Спасибо большое, Юль. Ну, ребят, всем хороших выходных, рад всех был слышать. Арсен Асманович, ну, вас и всегда. Не побольше этого слова. Люблю. Ну что, спасибо за встречу, да. Всех благ, до следующих связей, как говорится. А мы сейчас встречаемся, так сказать, в своем кружке, да? Да. Спасибо.